Добрый день, уважаемые коллеги! Я приветствую всех, кто присоединился к нам на этом первом дне глобального симпозиума по биоразнообразию почв. Меня зовут Ясмин Абузиан, и я представляю ФАУ и буду ведущим сегодняшнего мероприятия. И те из вас, кто присоединились к нам сейчас, наверное, уже слышали о том, что сегодня у нас зарегистрировалось более 7000 участников на симпозиум на три дня. Они представляют порядка 148 различных стран, территорий. Это огромные цифры для нас. Это свидетельствует о том огромном интересе, который вызывает тема биоразнообразия почв. Это ключевая тема для всех наших усилий, которые направлены на то, чтобы обеспечить здоровье и благополучие для всех нас и для планеты. Сегодня у нас очень много участников, и я вижу, что их число постоянно растет. Это замечательно. Главная цель нашего симпозиума – это хорошо поработать на протяжении тех трех дней. Мы будем делиться с вами передовыми знаниями и развивать дискуссии, и вырабатывать какие-то решения о существующем проблемам, которые не противоречат законам природы и которые помогут нам выполнить цурсию. Мы объединим наши усилия для того, чтобы обеспечить сохранение и устойчивое использование ресурсов в том, что касается использования почвы и развития биоразнообразия почвы. Сегодня вы видите, что в чате у нас будет очень много информации. Мы будем также с вами общаться через вебкаст. Очень много людей к нам присоединились по вебкасту. Это и ученые, и фермеры, и те, кто занимается выработкой политики в данной области, и многие другие заинтересованные лица и стороны. Очень много гостей сегодня будут выступать со вступительными речами. Ну а сейчас я хочу сказать несколько слов о организационных моментах. Сегодня у нас обеспечивается синхронный перевод на арабский, китайский, английский, французский, испанский и русский языки. Это официальные языки организации. Те из вас, кто пользуется Zoom, обратите внимание на меню внизу экрана. Там есть такая кнопочка, которая обозначает перевод. Вы можете выбрать нужный язык, а на вебкасте у вас тоже есть меню, где вы можете выбрать либо язык оригинала, либо необходимый язык перевода. Большое спасибо всем участникам за то, что присоединились к нам сегодня. Также хочу напомнить, что для того, чтобы наша встреча прошла максимально продуктивно, пожалуйста, не забывайте выключать микрофон, если вы не выступаете. Иначе нам придется отключать микрофоны. Но я надеюсь, что это не помешает нам провести интерактивную дискуссию. Те из вас, кто участвует в нашем симпозиуме, пожалуйста, используйте хэштег «SoilBiodiversity» в социальных сетях для того, чтобы привлечь дополнительное внимание к этому мероприятию. Пожалуйста, отправляйте сообщения, приглашайте всех к участию в нашем симпозиуме. Несколько слов о том, что запланировано на ближайшие несколько часов. Прежде всего, хочу отметить, что с нами сегодня генеральный директор ФАО Цю Дуньюй, который буквально через несколько минут откроет наш симпозиум. А еще с нами сегодня будут следующие эксперты. По-прежнему пытаемся выйти на связь с его превосходительством Ринато Альварадо Ривера, который является министром сельского хозяйства и животноводства Коста-Рики. А вот и он. Замечательно. Вы с нами. Большое спасибо, что присоединились. Также с нами его превосходительство комиссар по вопросам экологии океанов и рыбного хозяйства в Европейском Союзе. Его превосходительство Вирджиниус Сенкевичус. Я приветствую вас. Он также будет выступать немного позже. Затем выступит его превосходительство Танг Ринджан, министр сельского хозяйства и сельских вопросов Китая. К сожалению, не смог он к нам присоединиться в прямом эфире, поэтому мы заслушаем его видеообращение. Далее с нами господин Ибрагим Тио, который представляет министра экологии Египта. Затем у нас будет постоянный представитель ФАО, который также выступит с обращением. Большое спасибо за то, что присоединились. Со-ведущими и со-организаторами являются господин Ибрагим Тио, который является исполнительным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. А также со-ведущим и со-организатором выступает госпожа Элизабет Марума-Мрема, которая является исполнительным секретарем Конвенции по биоразнообразию. Также представляю вам нашего участника экспертной группы, господина Эдуарда Мансур, который представляет отдел по изменению климата биоразнообразия и экологии в ФАО. Вот такой у нас сегодня план работы. Я, безусловно, еще раз более подробно вас буду представлять, но сейчас я хочу передать слово нашему главному участнику. Доктор Цу Дуньюй, генеральный директор ФАО, прошу вас. Благодарю вас, уважаемые коллеги, уважаемые министры, уважаемые гости, дамы и господа. Я очень рад приветствовать вас на этом глобальном симпозиуме по биоразнообразию почв. Это очень важное мероприятие, где представители научных и политических кругов могут встретиться и обсудить важные вопросы. Я очень рад, что сегодня нас так много, так много участников со всего мира. Если я правильно понял, более 6 тысяч, более 7 тысяч участников, 7300 участников, насколько мне сообщили, уже зарегистрировались. Из 148 различных стран и территорий. Это, безусловно, свидетельствует о том, насколько важны темы мы будем обсуждать сегодня. Как важен вопрос биоразнообразия почв, какую важную роль он играет в наших усилиях по сохранению биоразнообразия в целом. После принятия стратегии по всестороннему учету биоразнообразия во всех отраслях сельского хозяйства, ФАО вывело в качестве приоритета свои намерения справиться с теми причинами и факторами, которые приводят к потере биоразнообразия. Мы взяли на себя обязательства по сотрудничеству со странами для того, чтобы защищать и развивать биоразнообразие в качестве части наших обязательств в рамках осуществления повестки 2030 по целям устойчивого развития. Поскольку сохранение, восстановление и устойчивое использование биоразнообразия является ключевым фактором для перехода к более производительным, инклюзивным, устойчивым и жизнеспособным агропродовольственным системам является такой важной темой, и это обеспечит безопасность в будущем, и поэтому биоразнообразие является источником таких решений, которые позволят нам создавать агропродовольственные системы и защищать их в текущих условиях. Наша задача сделать так, чтобы в том числе в условиях пандемии, которые могут возникать, у нас был общий системный скоординированный подход. И это, безусловно, вписывается в стратегические рамки ФАО, которые были утверждены на следующее десятилетие. А именно, мы ставим приоритет здоровье людей, экологию, биоразнообразие. Они взаимосвязаны и помогут нам добиться основных целей, а именно повышение качества производства, улучшение качества питания, лучшая экология и лучшие жизни. Да, с одной стороны, биоразнообразие, наземное биоразнообразие постоянно встречается в качестве ведущей темы, мы защищаем его. Однако, подземное биоразнообразие по-прежнему остается, как правило, недостаточно изученным. Действительно, мы знаем только порядка 1% тех существ, которые населяют подземное биоразнообразие. В то время как на них приходится 25% биоразнообразия нашей планеты, 95% пищи производится именно за счет этих систем. Все наши усилия направлены на то, чтобы сохранять и защищать биоразнообразие. Поэтому мы должны включать и подземное биоразнообразие в нашу работу. Именно поэтому этот симпозиум крайне уместен и своевременен. Необходимо его было провести, и мы это сделали. Это не случайно. Различные организмы, которые живут в почве, являются ключевыми в деле обеспечения экосистемных услуг и поддержания жизни на земле. Биоразнообразие почвы постоянно находится под угрозой. Обезлесивание, использование моделей землепользования, природные пожары, эрозия почвы, загрязнение, выращивание монокультур, чрезмерное использование химикатов, закупоривание почвы и поверхности, разрастание городов. Все эти факторы приводят к потере биоразнообразия почвы и здоровья почвы в целом. В прошлом году ФАО за счет глобального почвенного партнерства и сотрудничества с другими организациями запустила первый в своем роде доклад, который касается накопленных знаний о биоразнообразии почвы. Для того, чтобы описать текущее состояние биоразнообразия почв и выявить существующие вызовы, предложить решения. Я уверен, что итоговый документ нашего симпозиума будет основываться на результатах этого доклада, а также на последних исследованиях, которые будут представлены нашему вниманию в ходе симпозиума. Нам необходим такой документ, в котором содержались бы четкие руководящие принципы относительно того, что необходимо для того, чтобы предотвратить потерю биоразнообразия почв. Ответил бы на вопрос, как сохранить и восстановить среды обитания почвенных микроорганизмов. И, третье, ответил бы на вопрос, как можно использовать биоразнообразие почв для того, чтобы достичь поставленных ЦУР. Все эти усилия, которые направлены на предотвращение деградации почвы, необходимо комбинировать и выступать единым фронтом, задействовать все заинтересованные стороны. И этот симпозиум – отличный пример того, как конкретные совместные действия могут и должны выглядеть. Наша встреча сегодня является результатом отлаженного сотрудничества между Глобальным почвенным партнерством ФАО, Конвенцией по биологическому разнообразию, Глобальной инициативой по биоразнообразию почв и научно-политическому взаимодействию по линии Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Я приветствую этот союз и выражаю мою личную и нашу готовность продолжать сотрудничество в таком формате. Также хочу поблагодарить Нидерланды, Российскую Федерацию, Швейцарию, а также Европейскую комиссию за предоставление финансовой поддержки работы по биоразнообразию почв и, в частности, за поддержку в организации этого симпозиума. Устойчивое управление биоразнообразием почв и предотвращение его потери необходимо интегрировать в глобальные рамки, которые касаются экологии, в качестве приоритетного направления для достижения тех целей, которые были поставлены в рамках международных повесток. Речь идет и о глобальных рамках по биоразнообразию на период после 2020 года, которые будут приняты в рамках конференции сторон, 15-й конференции сторон Конвенции по биологическому разнообразию, работы 26-й встречи сторон конференции ООН по изменению климата и саммита ООН по продовольственным системам. Я надеюсь, что мы будем продолжать с вами на тем, чтобы сохранять жизнь наших почт и защищать те жизни, те организмы, которые живут в почвах. Я желаю вам плодотворной работы и надеюсь, что это станет нашим вкладом в благоденствие нашей планеты. Большое спасибо, уважаемый господин генеральный директор. Это очень важные слова. Действительно, вы еще раз напомнили нам о том, насколько важна роль почв и управление почв, в том числе в контексте работы ФАО по четырем основным направлениям. Лучшее производство, лучшее жизни, лучшее условие для экологии и так далее. Ну а сейчас я хочу передать слово следующим нашим участникам, а именно министру Коста-Рики, министру сельского хозяйства. Я хочу отметить, что Коста-Рика вносит свой вклад в развитие устойчивого сельского хозяйства и в выработке соответствующей политики с учетом биоразнообразия на национальном уровне в рамках стратегии по снижению выбросов углекислого газа. Вместе с нами сегодня его превосходительство, господин Луис Ринат Альварадо Ривера, который является министром сельского хозяйства и животноводства Республики Коста-Рика. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большое удовольствие принять участие в этом симпозиуме, в его открытии. Я хотел бы прежде всего поблагодарить ФАО, а также все организации, которые признают вклад Коста-Рики в защиту окружающей среды и защиту почвенных ресурсов по всему миру. Очень важно отметить то, что мы должны разработать крепкие партнерские отношения и взаимосвязи между сельскохозяйственным производством и экологией, обеспечить взаимодействие людей, которые работают в области сельского хозяйства и экологии. Для этого у нас есть очень много техник, инновационных технологий, и нужно развивать их и в дальнейшем для того, чтобы обеспечить сохранение и развитие почв. Сельское хозяйство должно обеспечивать потребность продовольствия всего человечества. Как все мы знаем, почвенные ресурсы – это важнейший элемент, который позволяет нам получать доступ к чистой воде, потому что именно через почву вода фильтруется, и благодаря почве мы можем использовать водные ресурсы. Поэтому мы должны продолжить нашу работу, направленную на то, чтобы сохранять почвенные ресурсы, тем самым сохранять жизненные организмы и обеспечивать жизнь на планете. Сегодня мы открываем этот важный симпозиум, глобальный симпозиум по биоразнообразию почв. Очень важно привлекать внимание к вопросам почвенных ресурсов на глобальном уровне. Это важно для жизни человечества. Ничто на земле не может существовать вечно. Любые ресурсы исчерпаемы в конечном итоге. И для сохранения жизни очень важно сохранять такие ресурсы, как, например, почва, потому что именно благодаря почве мы можем поддерживать жизнь на этой планете. Балансирующий эффект почвенных ресурсов позволяет нам продолжать производство продовольствия. И это важнейший фактор, который мы все признаем, в том числе и в рамках глобального симпозиума, который мы открываем сегодня. Я думаю, что благодаря этому симпозиуму мы можем узнать больше о том, как почвенные ресурсы могут помочь нам выполнить поставленные цели, какую роль почвенные ресурсы играют в вопросах выживания. Это важно не только для сельских, но и для городских регионов и районов. Действительно, очень часто города занимают те участки земли, которые могли бы использоваться в качестве почвенных ресурсов, в частности, фильтрации воды. Поэтому нам предстоит подумать о том, как сохранить почву для того, чтобы обеспечить будущую жизнь на нашей планете. Наша планета, Земля по-прежнему будет сталкиваться с высокими потребностями, связанными с развитием людей, человечества. И для того, чтобы обеспечить это развитие, мы должны сохранять почвенные ресурсы. Я также хотел бы отметить, что тот вклад, который наша страна вносит в дело сохранения почвы, был отмечен на самом высоком уровне. И мы благодарим за это международное сообщество. Действительно, мы делаем очень много для того, чтобы сохранять почвенные ресурсы и биоразнообразие почв в нашей стране. У нас есть соответствующие программы, которые касаются животноводства и выращивания кофе. Благодаря этим программам нам удалось перейти к более всеобъемлющему подходу, устойчивому подходу, который учитывает вопросы экологии. Благодаря таким программам мы обеспечиваем производство продовольствия в увязке с экологическими вопросами на будущее. А также вносим свой вклад в снижение выбросов углекислого газа. Наш президент уже взял на себя обязательства, которые касаются снижения выбросов углекислого газа. А мы готовы к тому, чтобы не только защищать почвенные ресурсы, но и к тому, чтобы защищать биоразнообразие почв, а также вносить свой вклад в преобразование общества, направленное на социальное развитие с учетом защиты окружающей среды, снижения углеродоемкости экономики. И наша задача сделать так, чтобы весь мир понял, что это реальные цели, которые не должны быть выполнены, если мы хотим обеспечить развитие на длительный период, на будущее. Мы готовы к сотрудничеству, готовы сделать все от нас зависящее и готовы сделать так, чтобы биоразнообразие в природе сохранялось. Наша задача в качестве страны – доказать, что эти меры могут воздействовать на экологию, экономику и общество нашей страны и стать основой прогресса на будущее. Наше видение, которое касается сохранения и защиты природы, является приоритетным. Также мы хотели бы отметить, что наши усилия, касающиеся агропродовольственных систем, показывают, что можно координировать наши усилия, выступать единым фронтом с тем, чтобы обеспечить продовольствие, которое учитывало бы особенности окружающей среды и не вредило ей. Наша задача – сделать так, чтобы продовольствие не наносило вред, вернее, его производство не наносило вред окружающей среде. Другими словами, такие усилия должны учитывать воздействие на окружающую среду и включать в себя такие меры, которые, например, были бы направлены на предотвращение эрозии почвенных ресурсов, поддержание тех систем, которые способствуют сохранению и развитию биоразнообразия почв. Такие меры должны обязательно включаться в политику по развитию сельского хозяйства в целом при выработке тех методов, которые используются для продовольствия. В том числе должны учитываться и методы, направленные на снижение выбросов углекислого газа. К сожалению, эти меры не всегда получают должное внимание во всем мире и не всегда находят свое отражение в ценах на продовольствие на рынке. Монополии и коммерциализация, а также посреднические схемы приводят к тому, что наши стремления, меры по сохранению биоразнообразия, защиту окружающей среды, их эффективность снижается. А значит, все наши страны должны уделить особое внимание системам производства продовольствия с тем, чтобы мы могли гарантировать выживание для фермеров, а значит, и защиту почвенных ресурсов, их биоразнообразия, для того, чтобы человечество могло продолжать получать достаточное количество продовольствия благодаря тем почвенным ресурсам, которые у нас есть. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо, ваше превосходительство. Действительно, мы можем очень многому научиться из вашего опыта, из опыта Коста-Рики, и вы продолжаете развивать вопросы, биоразнообразие, понимать его в вашей стране. Безусловно, ваш опыт очень ценен для международного сообщества. Большое спасибо за ваше вступительное слово. Ну, а сейчас я передаю слово ему превосходительству, господину Викторину Семеновичу, который является кандидатом по вопросам экологии, океанам и рыбному хозяйству Европейского Союза. Европейский Союз по-прежнему продолжает работать по таким направлениям, как сохранение и устойчивое использование биоразнообразия и выработка соответствующей политики, которая поддерживает устойчивое сельскохозяйство и здоровую почву в рамках европейской сделанной делки. Большое спасибо вам за то, что присоединились к нам. Я передаю вам слово. Благодарю вас. Я приветствую всех участников и гостей. Это вы, которые присоединились к нам со всего мира. Для меня это важнейшее событие, которое предваряет следующую конференцию сторон, конвенции по биоразнообразию. Сегодня мы собрались, потому что мы понимаем, насколько актуальна эта тема. Действительно, биоразнообразие, почв – это очень важный фактор, который влияет и от которого зависит наше выживание. Одночетверть биоразнообразия приходится на почвы. И огромное количество, порядка 40% всех живущих организмов на Земле так или иначе зависят от почв. Биоразнообразие является определяющим фактором для плодородия почв, а значит, и для производства продовольствия. Поэтому именно биоразнообразие почв является ключевым фактором, который помогает нам бороться в том числе и с последствием изменения климата. Наша задача – не потерять тот потенциал, который заложен в почвенном биоразнообразии для разработки новых лекарств. В Европе мы понимаем, существующие угрозы, пестициды, гербициды и интенсивные методы ведения сельского хозяйства наносят ущерб почвам. В 2015 году более 80% почвенных ресурсов в 11 странах-членах ЕС содержали остаточное количество пестицидов. Уплотнение почв и их закупорка продолжается постоянно. То, как мы используем землю, ставит под вопрос наш прогресс на будущее. Однако сейчас мы понимаем, насколько важно направить наши усилия на эту проблему и попытаться ее решить. Наша задача – защищать почвенное биоразнообразие и делать это всесторонним. Эта работа продолжается, и комиссия нацелена принять стратегию, которая будет касаться именно почвы в течение этого года. Будут введены специальные меры, которые будут иметь обязательно юридический характер для того, чтобы повысить те цели, которые мы ставим перед собой в области изменения климата, в том числе это будет касаться землепользования. И, с другой стороны, также эта работа будет подкрепляться соответствующими правовыми рамками, направленными на восстановление экосистем. С одной стороны, мы понимаем, что многое нам уже известно. С другой стороны, мы должны понимать, что наши знания ограничены именно поэтому. Европейская комиссия постоянно инвестирует значительные средства в то, чтобы проводить различные исследования, которые касаются почв. Совместный исследовательский центр нацелен на то, чтобы проводить совместные исследования, касающиеся почвы и биоразнообразия почв по всему миру. И уже сейчас у нас есть очень хорошие результаты. Был составлен глобальный атлас почвенного биоразнообразия в 2016 году. Он стал первым атласом в своем роде. К концу этого года мы опубликуем соответствующий анализ биоразнообразия почв в странах ЕС. Это будет такая очень обширная, масштабная оценка биоразнообразия почв в Европе. Защита почвенных ресурсов и восстановление их является ключевым вопросом. Однако этот вопрос также очень сложный. Нам нужны различные технологии и структуры для того, чтобы сделать эту работу максимально эффективной. Это значит, что самые разные экономические и социальные игроки от фермеров до лесников должны принять участие в этих усилиях. Работа на локальном, национальном, региональном и глобальном уровнях должна носить свой вклад в развитие устойчивой практики использования почвенных ресурсов. Наша задача – вырабатывать такие решения, которые позволили бы нам решать экологические и социоэкономические вопросы. Кроме того, необходимо уделить внимание таким вопросам, как удержание почвы воды и повышение эффективности усилий, направленных на улавливание и удержание углекислого газа. Наша задача – внести свой вклад в развитие экосистемных услуг и адаптацию к изменению климата. Те обязательства, которые уже были взяты на себя в рамках стратегии по биоразнообразию, могут служить отличным примером того, какую работу можно проводить по данному направлению. Надеемся, что эта работа будет продолжаться и в будущем в ходе следующего саммита по биоразнообразию, который пройдет в Кунь-Мини. Конференция сторон, 15-я конференция сторон станет поворотным моментом, и мы должны сделать все, чтобы эта конференция прошла успешно. Мы считаем, что мы просто не имеем права останавливаться и терпеть поражение. Наша задача – сделать так, чтобы наши усилия были объединены и скоординированы. Можете рассчитывать на Европейскую комиссию в том, что касается нашей приверженности данной тематики. Я благодарю вас за внимание и благодарю за проведение этого симпозиума. Мы, несомненно, приветствуем стратегию Европейского Союза и отмечаем тот момент, что вы говорили о том, что жизнь на земле, несомненно, зависит от жизни в земле. Я надеюсь, что это станет нашей путеводной звездой на протяжении нашего сегодняшнего симпозиума. Сейчас с большим удовольствием передам слово министру сельского хозяйства и сельских вопросов Китая. Как вы знаете, именно Китай стал принимающей страной 15-й сессии конференции сторон КБР. И для нас большая честь послушать видеообращение господина Тан Жэнь Диана. Пожалуйста, запустите нам видеоролик. Дамы и господа, ваше превосходительство, генеральный директор Цюй Дун Юй. Я с большой радостью обращаюсь к глобальному симпозиуму по почвенному и разнообразию. От имени Министерства сельского хозяйства и сельских вопросов Китая хотелось бы поздравить вас с тем, что это замечательное мероприятие сегодня имеет место. Почва – это самый серьезный источник биоразнообразия. И жизнь 40% наземных организмов напрямую зависит от существования и качества почвы. Китайское правительство особое внимание уделяет сохранению биоразнообразия и принимает целенаправленные меры для улучшения качества почвы и сохранения жизни почвы. Мы уже утвердили закон по предотвращению загрязнения почвы и по борьбе с загрязнением для того, чтобы укрепить мониторинг и управление рисками. Во-вторых, мы работаем над распространением практики ротации культур. Мы также запускаем национальные проекты по сохранению черноземов. Мы также расширяем программу сохранения и улучшения качества наших сельскохозяйственных угодий. Мы также работаем с глобальным почвенным партнерством. Мы также работаем с улучшением плодородности наших почв. Китай играет активную роль в глобальном управлении почвенными ресурсами и выполняет свои обязательства в рамках КПР. Китай исключительно серьезно относится к обращению Си Цзиньпина в отношении сохранения экологии окружающей среды. Мы будем и дальше укреплять действия для того, чтобы защитить нашу землю и нашу почву. Мне бы хотелось внести три предложения для дальнейших действий. Во-первых, нам необходимо укрепить глобальное сотрудничество на основе существующих рамок, утвержденных ФАО, в отношении почвы и биоразнообразия. Следует укрепить глобальное почвенное партнерство для того, чтобы обеспечить устойчивое управление почвенными ресурсами. Во-вторых, нам необходимо укрепить наращивание потенциала на основе сотрудничества ЮК-ЮК и трехстороннего сотрудничества. Мы, в частности, хотели бы работать на основе таких инициатив, как сотрудничество ЮК-ЮК, ФАО и Китая, и на основе фонда для наращивания потенциала. В-третьих, мы считаем, что необходимо на основе широких консультаций и совместных усилий создать основу для консенсуса и для скоординированных действий. Кроме того, мы проведем специальный форум по чернозему в июле. Мне бы хотелось пригласить представителей всех стран на этот форум, что позволит обсудить сохранение чернозема и ускорить прогресс по сохранению почвы. Сессия. Спасибо его превосходительству за то, что он отправил нам это видеообращение. Действительно, очень интересно узнать, какие шаги предпринимают отдельные страны для того, чтобы улучшить качество почвы и сохранить жизнь в нашей почве. Об этом также говорила и представитель Европейской комиссии. Действительно, очень важно учиться друг у друга. Об этом говорил и министр Коста-Рикки. Итак, без дальнейших промедлений хотелось бы передать слово Республике Египет. Как мы уже говорили, Египет сейчас председательствует в конференции по биоразнообразию и работает также над тем, чтобы устойчиво использовать и сохранять биоразнообразие. От имени Египта, его превосходительство Ишам Хамед Абдахим, постоянный представитель Египта. Привау, пожалуйста, вам слово. Благодарю вас, госпожа председатель. Хотелось бы прежде всего поблагодарить вас за организацию этого мероприятия. Спасибо генеральному директору. Ваше превосходительство, дамы и господа. Добрый день. Египет имеет честь председательствовать на 14-й конференции, конвенции по биоразнообразию. Эта конференция прошла в Шарм-ли-Шейхе в 2018 году, и 17 дней мы все работали под единым девизом. Мы инвестируем в биоразнообразие на благо людей и нашей планеты. На конференции были приняты значимые решения. Мы также согласовали всеобъемлющие процессы для того, чтобы разработать общую рамочную программу в области биоразнообразия после 2020 года. 14-я конференция сторон также внесла значительный вклад в создание общего альянса, который позволил подготовить доклад о состоянии почвы, который был опубликован в прошлом декабре. Египет отмечает, насколько важно работать над скоординированным подходом для того, чтобы справиться с вопросами отсутствия должного внимания к вопросам биоразнообразия, сохранения почвенных ресурсов. Мы хотели бы также отметить значимость осуществления трех конвенций. К сожалению, звук у оратора постоянно пропадает. Я прошу прощения. Я боюсь, что связь с послом прервалась. Уважаемый посол, пожалуйста, вам слово. Мы, к сожалению, вас не слышали. Посла Египта, к сожалению, по-прежнему не слышно. Мы, к сожалению, по-прежнему не слышали. Вы знаете, мы вернемся к вам чуть позднее. Вы знаете, мы все слышим грома. Грома также является признаком биоразнообразия, не в почве, но на поверхности Земли. Быть может, именно этот гром, а гроза, которая проходит сейчас над Римом и создает помехи. Я хотела бы попросить наших технических коллег продолжать держать связь с послом, который вернется к нам со своим очень интересным заявлением от имени Египта. Мы с большим удовольствием услышим о том, что делает Египет для того, чтобы сохранять биоразнообразие. Итак, повторяю, мы вернемся к послу, как только он сможет наладить связь. А сейчас хотелось бы передать слово одному из соорганизаторов, а именно исполнительному секретарю конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Господин Ибраим Тияо, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Ясмина, ваше превосходительство, уважаемые министры, дорогие гости, друзья, коллеги. Прежде всего, хотелось бы поблагодарить генерального директора Цюйдун Юя, продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за дружеское плечо. Мы также хотели бы поблагодарить и коллегу Элизабет Мрэму, и исполнительного секретаря конвенции по биоразнообразию. Я, дорогие друзья, обратился к коллегам с вопросом, о чем мне упомянуть в этой своей вступительной речи. В прошлый раз я говорила о бактериях, о грибах, о грибках и о червях. Мне предлагали говорить о других беспозвоночных и, естественно, о растениях, о том, что становится в дальнейшем органическим веществом. Я с большим удовольствием цитирую доктора Чарльза Кивепа, который однажды сказал, «Жизни не будет без почвы, и не будет почвы без жизни. Они эволюционируют совместно». Конец цитаты. Ученые всегда считали почву своеобразной фабрикой жизни. И эта фабрика особенно важна для того, чтобы сохранить биоразнообразие мира. Одна четверть всей эволюции жизни проходит под нашими ногами. Под нашими ногами живет уникальный конгломерат микроорганизмов, которые и сохраняют плодородность наших почв. Вся наша жизнь, все наше продовольствие напрямую зависит от этих микроорганизмов. Именно они сиквенируют углерод и обеспечивают стабилизацию климака. Они также борются с распространением вредителей. Они создают условия для спасения жизни. Все это разнообразие является за фундаментом наших экосистемных услуг. И все же примерно 33% наших почв уже столкнулись с деградацией. А 90% может быть деградировано к 2050 году. Вы знаете, если позволите, я проведу аналогию. Когда мы говорим, что 33% нашей почвы деградировал, это означает, что 33% рабочей силы этой уникальной фабрики жизни не выходят на работу. Мы все хорошо знаем, насколько рабочая сила важна для глобальной экономики и понимаем, как эта проблема сказывается на нашей каждодневной жизни. Мы должны разрешить эту проблему. Стороны Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием прекрасно понимают, что здоровье почвы – это часть решения. Именно земля, земельные ресурсы и почва, в частности, является залогом достижения цели устойчивого развития. Если мы сможем сохранить здоровье почвы, обеспечить биоразнообразие, это позволит нам сохранить углекислый газ именно в почве, а не в атмосфере. Кроме того, следует помнить, что всегда лучше предотвращать болезнь, чем лечить ее. Вот почему столь важны усилия, направленные на обеспечение здоровью почвы. Однако всех наших усилий недостаточно. Вот почему и наша конвенция, и ФАО, и ЮНЕП сейчас стараются расширить масштаб действий по вопросам здоровья почвы в рамках десятилетия действий по восстановлению экосистем. Для того, чтобы обеспечить более устойчивый, инклюзивный путь в восстановление лучше, чем было после пандемии COVID-19. Мы говорим о том, что восстановление земельных угодий позволит нам прийти к оперативному решению проблем. Восстановление почвы позволит нам получить преимущество в размере более чем 3 триллиона долларов США в отношении сельскохозяйственного производства. И почвы, несомненно, связаны со всеми ЦУРы, в частности, с показателем 15-3. Есть и новые инициативы группы 20 по деградации земельных угодий и почв. Мы знаем, что защита биоразнообразия почвы позволяет нам создать новые рабочие места. Для этой фабрики нашей жизни. И нам необходимо продолжить координировать усилия ученых, тех, кто занимается земельными угодиями. На этой неделе около 7 тысяч человек, насколько я понимаю, слов Ясмины, собрались для того, чтобы обсудить значимость почвенных ресурсов. И я хотел бы пожелать вам успехов в ваших обсуждениях, прениях, начинаниях. И я надеюсь, что эти обсуждения позволят должным образом притворить в жизни все эти пожелания. Спасибо большое, доктор Циао. Мы вас услышали. Конечно, лучше профилактика, чем лишение. Да, действительно, более 7 тысяч человек присоединится к нам на протяжении этой недели. Я с большим удовольствием хотела бы сейчас передать слово госпоже Элизабет Маруме Мреме, исполнительному секретарю Конвенции по биоразнообразию. Пожалуйста, спасибо вам большое. Уважаемый доктор Цюй Дон Ю, Ибраим Циао, я рада встретить вас хоть и виртуально на этом мероприятии. Мы прекрасно понимаем, что обсуждение вопросов восстановления земных и земельных угодий не могут не включить и вопросы здоровья и биоразнообразия почвы. Я с большим удовольствием выступаю перед вами сегодня на открытии этого глобального симпозиума. Тот факт, что мы все здесь сегодня собрались, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, и явственно свидетельствуют о том, что все мы взяли на себя обязательства сохранить все те ресурсы, которые, быть может, и не всегда видимы нашему взгляду. Мы знаем, что ресурсы почвы – это основа для экосистемных услуг, как для человека, так и для здоровья планеты. И биоразнообразие почвы является основой для того, чтобы обеспечить сохранение воды и продуктивность экосистемы. Темой сегодняшнего симпозиума стала защита биоразнообразия почвы и сохранение жизни почвы. Это исключительно своевременно. Стороны Конвенции по биологическому разнообразию будут обсуждать о планах действий до 2030 года для международной инициативы по сохранению устойчивого использования биоразнообразия почвы. В рамках подготовительной работы к 15-й конференции сторон, которая пройдет в Куньмине в Китае в октябре этого года. План действия по биоразнообразию почвы основан на докладе «Состояние биоразнообразия почвы. Статус проблемы и потенциальные решения». Подготовленные продовольственные сельскохозяйственные организации ООН, а также межправительственные технические рабочие группы по почвам, глобальным почвенным потруднерствам и конвенции по биоразнообразию. Этот план показывает, как важно обеспечить научные подходы для принятия решений на политическом уровне. Мы надеемся, что глобальное почвенное партнерство будет и дальше возглавлять работу по внедрению плана действий после того, как он будет утвержден. Стороны конвенции сейчас ведут переговоры по глобальной рамочной программе по сохранению биоразнообразия после 2020 года. И у нас есть уникальная возможность сделать акцент на руле биоразнообразия почвы в отношении поддержки экосистемы, их стрессоустойчивости и устойчивости. У нас есть уникальная возможность признать неоценимую роль почвы для производства продовольствия, обеспечения здоровья человека и для обеспечения разнообразия на Земле. Однако мы знаем, что все еще существуют пробелы в знаниях и почвы, и организмы, населяющие почвы сегодня под угрозой. От 90 до 95% биодов с почвы все еще не определены. И в некоторых группах нет описания даже 1% составляющих биод. Кроме того, обезлесивание, интенсификация сельского хозяйства, уплотнение почвы, загрязнение почвы, обезлесивание, весные пожары и эрозия становятся настоящей проблемой для организмов и экосистем почвы. Позвольте мне еще раз напомнить о своевременности этого симпозиума. Именно сейчас нам необходимо заполнить критические пробелы в знаниях. В рамках продвижения в будущем, в рамках следующих шагов, нам будет необходимо объединить лиц, принимающие решения, производители продовольствия, ученых, практиков, с тем, чтобы справиться с глобальными вызовами, брошенными нам. Некоторые страны сейчас начинают использовать биоразнообразие почвы в таких областях, как сельское хозяйство, продовольственная безопасность и безопасность производственных продуктов, биовосстановление, изменение климата, борьба с вредителями и болезнями растений. Биоразнообразие почвы обладает колоссальным потенциалом и в рамках таких проблем, как УПП или риски будущих пандемий. Нам важно изучать почву для того, чтобы раскрыть ее колоссальный потенциал. И важно занести этот потенциал в рамочную программу действий по биоразнообразию после 2020 года. Позвольте мне сейчас заранее поблагодарить всех, кто будет участвовать в этих сессиях на протяжении всей недели. Это докладчики, ученые, студенты, наша молодежь и даже дети. Многие из них с удовольствием поучаствовали в конкурсе детской книги по биоразнообразию почвы. Именно так мы сможем прийти к лучшему будущему. Я полностью уверена в том, что исход этих важнейших дискуссий поможет нам руководствоваться нашими решениями в деле формирования политики в области почвы в ближайшие годы. А КБР рада тому, что мы являемся партнером ФАО в этой столь важной инициативе. Спасибо большое, госпожа Мрейма, за вашу наполненную энтузиазмом речи. Я написала для себя, биоразнообразие почвы – это тот герой, которого мы еще не воспели. Я думаю, что мы должны помнить об этом. Это новая возможность, это новый потенциал. Нам необходимо и дальше двигаться вперед для того, чтобы этот потенциал раскрыть в будущем. Я надеюсь, что мы сможем сделать это на этом симпозиуме. И в будущем я уже говорила о том, что у нас есть план действий. Нам необходимо объединить усилия. Спасибо еще раз вам за эти замечательные слова. И вам, и исполнительному директору конвенции. Я вижу, что посол Бадра присыдился к нам снова. Повторяю, у нас большая гроза. Вот это не в животе у меня урчит, я должна сказать. Это гроза и гром глименты. Мы очень рады все-таки возможности послушать ваше заявление. Пожалуйста. Спасибо большое. Я рада тому, что вы пояснили, потому что сейчас Рамадан, как вы знаете, и все мы постимся. Так вот, я начну не с начала, а с того, на чем я прервался. Для нас очень важно содействовать с координированным подходом для того, чтобы справиться с деградацией экосистемы, теребе разнообразия и ценных ресурсов почвы. Вот почему мы рады работать в рамках осуществления всех конвенций РИО. На 14-й сессии сторон в Шарм-эль-Шейхе в 2018 году мы много говорили об этом. Мы говорили о том, что необходимо обеспечить согласованный подход для координации всех действий среди тех учреждений на местном, международном и региональном уровнях, которые занимаются этими вопросами. Это позволит интегрировать все операции, расширяя при этом возможности для поддержки операций. Критически важные моменты, связанные с координированным подходом в отношении деградации к системе, теребе разнообразия и изменений климата, это прежде всего признание огромной роли биоразнообразия почвы. Мы видим это из-за самых последних научных докладов, и нам необходимо базироваться именно на такие научные данные в рамках принятия политических решений. Почва напрямую связана с продуктивностью наших сельскохозяйственных систем и источниками средств существования для наших фермеров. Необходимо повышать осведомленность о малых фермерах, особенно в развивающихся странах. Только так мы сможем искоренить бедность на основе расширения производительности. Кроме того, изменения в почвенных ресурсах позволят нам действовать вперед, идти вперед в отношении развития на долгосрочной и среднесрочной перспективе. Мы приветствуем проведение этого симпозиума. Действительно, очень важно улучшить наше понимание березназии почвы. Это очень важно как для ведения устойчивого сельского хозяйства, так и для питания, для стрессоустойчивости не только в Египте, но и во всем мире. В этом году, когда мы объявляем действия по восстановлению экосистемы, мы готовимся также и к конференции сторон в Китае, и к работе по биоразнообразию. Этот симпозиум исключительно своевременен. Мы будем и дальше поддерживать эту работу, двигаться вперед и оказывать помощь всем тем, кто занимается достижением целей КБР. Мы должны ответить на растущие потребности в продовольствии. При этом мы должны устойчиво использовать наши ресурсы, включая ресурсы биоразнообразия почвы. Спасибо большое всем. И спасибо вам, Ясмин, за прекрасную презентацию и прекрасную организацию мероприятия. Большое спасибо за Ваше выступление и за то, что Ваша страна продолжает выполнять свои обязательства области обеспечения биоразнообразия почвы, развития устойчивого сельского хозяйства, систем здравоохранения, обеспечения продовольствием и повышения устойчивости экосистем. Большое спасибо за то, что все-таки сумели выйти с нами на связь, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Надеюсь, что никому это не помешает принять участие в нашей встрече. Ну а сейчас мы с вами приближаемся к концу первой части нашей встречи. И сейчас я хочу передать слово господину Эдуарду Мансуру, который возглавляет бюро, занимающийся вопросами изменения климата, биоразнообразия и экологии окружающей среды. Для того, чтобы рассказать нам о том, как взаимосвязаны все виды жизни, я имею в виду наземную и подземную жизнь, в контексте биоразнообразия. Господин Мансуру Эдуарду, мы с вами на ты, придаем вам слово. Большое спасибо, Ясмина, ваше превосходительство, уважаемый генеральный директор, исполнительные секретари, уважаемые коллеги, дамы и господа. Для меня большая честь и удовольствие принимать участие в этом симфозиуме. И выступать после таких воодушевляющих выступлений наших лидеров, которые задали тон нашему симфозиуму, который, конечно, очень своевременен и играет важнейшую роль. Видите наверняка на фоне мою презентацию. Вы мне помогли, коллеги, подготовить небольшой доклад. На экране вы видите огромную вилохвостку, хотя на самом деле ее размер всего 15 миллиметров примерно. Вот мы говорим с вами о биоразнообразии, действительно, там можно говорить о самых разных организмах разных размеров. Я сейчас поделюсь с вами своим экраном для того, чтобы выступить с презентацией, которую мы с коллегами подготовили, для того, чтобы задать тон нашим дискуссиям на этом симфозиуме. Как вы уже говорили, Ясмин, цель наша – выявить взаимосвязи биоразнообразия между жизнью на Земле и под Землей. Биоразнообразие является ключевым фактором, определяющим глобальную безопасность продовольственных систем. Без биоразнообразия мы не сможем выжить, потому что от биоразнообразия зависит 100% всего продовольствия, которое производится на нашей планете. И огромное количество растений и животных зависит от биоразнообразия почв. Сотни из них зависят от сред обитания, состояния которых определяется биоразнообразием. 6 тысяч различных растений используются для производства продовольствия. Более 12 тысяч водных видов рыбного хозяйства задействованы также и в аквакультуре. 38 видов одомашненных животных, более 9 тысяч диких животных используются в качестве источников продовольствия. Некоторые из них также включены и в красный список. И сотни тысяч других видов так или иначе участвуют в производстве продовольствия и в сельском хозяйстве. Все они так или иначе связаны с биоразнообразием почв. На графике мы видим, насколько мы, люди, зависим от почвы. С точки зрения калорий, 99% калорий, которые мы потребляем, приходится на растения и животные. С точки зрения потребляемых протеинов, 7% приходится на водные виды, 33% – это животные наземные, 60% приходится на растения. Биоразнообразие поддерживает продовольственную безопасность, питание, здоровье людей и все экономические секторы, практически все экономические секторы. А также играет важнейшую роль в функционировании экосистемы, предоставлении соответствующих сервисов. А также играет ключевую роль в обеспечении адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. Роль биоразнообразия постоянно растет. Однако, к сожалению, биоразнообразие само по себе постоянно находится под угрозой. И огромное количество различных документов готовится по данной теме. В каждом из этих документов говорится о том, насколько важно обеспечить сохранность биоразнообразия. Происходят различные трансформационные изменения и преобразования, в том числе благодаря ФАО, которые касаются производственных, продовольственных систем. Но, несмотря на проводящиеся исследования и все эти оценки, очень мало по-прежнему известно о биоразнообразии почв. Большинство микроорганизмов по-прежнему не изучены и не описаны. Экосистемы постоянно разрушаются. Как мы видим на этом графике, постоянно сокращаются площади, занятые лесами, например. И это, конечно, сказывается на биоразнообразии. С точки зрения видов, обратите внимание на этот график, мы видим огромное сокращение биоразнообразия по разным видам, группам видов. Видим здесь млекопитающие. Несмотря на то, какой вид мы можем взять, везде мы видим, есть тенденция на снижение биоразнообразия. Таким образом, можно говорить о том, что и с генетической точки зрения тоже происходит снижение биоразнообразия. Поэтому нам очень важно лучше понимать то, какие именно виды проживают на Земле, в том числе и в почве. Мы знаем, что порядка 7092 местных видов домашних животных у нас есть, однако из них примерно 26% сейчас находятся на грани исчезновения. Мы помним, что биоразнообразие и его потери, конечно, влияют на агропродовольственные системы и на здоровье нашей планеты. Мы также должны помнить о том, что потеря биоразнообразия также сказывается и не только на тех видах, которые мы можем, собственно, лицезреть, но и на тех видах, которые проживают в Земле. Мы их не видим. Тем не менее, они обеспечивают здоровье почвенных ресурсов. А благодаря здоровой почве мы можем производить здоровую пищу и продовольствие, которые являются залогом здоровой жизни. Именно поэтому мы с вами собрались для того, чтобы лучше понять эту Вселенную и не недооценивать ее ни в коем случае. В прошлом декабре был опубликован доклад, который касается биоразнообразия почвы. Там говорилось о том, что порядка 1% всего биоразнообразия почвы было не изучено. А как выглядят вот эти существа, которые живут в почвах? Это и одноклеточные, микроскопические формы жизни, беспозвоночные, такие как нематоды, земляные черви, членистоногие, млекопитающие, присмыкающиеся, земноводные и многие другие виды, которые составляют огромное биоразнообразие почв. Они взаимодействуют между собой, образуют симбиозы между почвами и, собственно, микроорганизмами, а также взаимодействуют с различными водорослями, грибками, мхами, лишайниками и корнями растений. И наша задача изучить эту Вселенную для того, чтобы лучше ее понять. Благодаря нашему симпозиуму, я надеюсь, у нас будет такая возможность. Мы сможем узнать больше об этом мире, подземном мире, больше узнать об этих видах и о том, как они влияют на нашу жизнь и на жизнь нашей планеты. Взаимодействие наземных и подземных видов и биоразнообразия — очень важный вопрос. И многие сообщества научные продолжают изучение этих взаимодействий. На данном слайде проиллюстрированы некоторые примеры такого взаимодействия. Мы все знаем, что воздействие здоровой почвы и биоразнообразия почвенного может способствовать тому, что очень многие другие системы и меры будут более эффективными, в том числе те меры, которые направлены на обеспечение устойчивого развития и устойчивых способов организации жизнеобеспечения. Это касается инфраструктур и регулирования в отношении климата, и регулирования продовольственного производства, обеспечения продовольствием, улавливания углекислого газа, обеспечивания сред обитания для организмов и так далее. В том числе это касается и водных ресурсов и многих других направлений. Вот на этом слайде мы проиллюстрировали такие символы ЦУР в том виде, в каком мы их себе представляем. Мы можем помогать странам делать так, чтобы эти ресурсы использовались устойчивым образом, для того, чтобы поставленные цели были выполнены. Вот три основные темы, которые мы будем обсуждать на этой неделе. Первая – это состояние знаний, накопленное знание по биоразнообразию почв. Вторая тема – это биоразнообразие почв действий. И также мы будем обсуждать другие вопросы, которые связаны с почвенным биоразнообразием. Все эти темы тесно взаимосвязаны. При этом нам очень важно помнить о том, что мы можем работать и на собственном уровне. Каждый может внести свой посильный вклад в сохранение биоразнообразия. Необходимо сортировать мусор, не мусорить, в принципе, если это возможно, сокращать количество мусора и поддерживать различные виды агротуризма. Делать так, чтобы он был устойчивым, вносить свой вклад в создание устойчивых способов ведения сельского хозяйства и так далее. Все эти меры также отражают те знания, которые были накоплены в области обеспечения биоразнообразия по всему миру и в тех исследованиях, о которых я уже говорил. Таким образом, я хочу отметить, что, уважаемые участники, наша цель – обеспечить взаимодействие в ходе этой недели, обменяться знаниями и опытом для того, чтобы сохранить жизнь почв и защитить биоразнообразие почв. Наша задача с точки зрения ФАО продолжать наше сотрудничество. Мы готовы к этому и надеемся, что наше взаимодействие по обмену опытом и знаниями будет продолжаться и впредь. Большое спасибо. Я благодарю вас, Эдуардо, господин Мансур. Вы обозначили ту ключевую роль, которую играет биоразнообразие в нашей жизни. С одной стороны, биоразнообразие есть в наземной жизни, но и в подземной жизни тоже оно существует. Они тесно взаимосвязаны. Вы показывали очень много фотографий, и каждый раз это вызывало у меня очень тёплые эмоции, потому что очень здорово, что сейчас у нас есть возможность благодаря фотографиям заглянуть под землю и узнать, как выглядят те виды, которые существуют под землёй. Ведь далеко не всегда мы можем их рассмотреть невооружённым глазом. И сейчас я хочу передать слово господину Энди Мюрре, который сегодня представит нам свою работу. Он фотограф. Я благодарю вас, Энди, за то, что присоединились к нам сегодня. Мы очень рады, что вы сегодня выступите. Надеюсь, что будут какие-то вопросы после того, как мы покажем небольшой фильм о вашей работе. Ну а вы также сможете ответить на вопросы, которые поступают в чат. Наверняка очень многие вопросы будут относиться именно к вам. Я уверена, что многие захотят узнать, как получилось так, что вы заинтересовались этим микромиром, подземным микромиром. Ну а сейчас я хочу передать вам слово. И для начала покажу небольшой видеоролик, в котором представлены фотографии микромира, подземного микромира, различных представителей видов и той программы, которую вы запустили в декабре. Большое спасибо, Энди. Вы будете с нами и сможете ответить на вопросы. А сейчас давайте посмотрим видеоролик о проделанной вами работе. Меня зовут Энди Мюррей. Я энтомолог, писатель и макрофотограф. Я специализируюсь в запечатлении жизни и красоте почвенной мезофауны. Эти представители фауны очень маленькие, их часто не замечают, не видят, даже не подозревают об их существовании. Это беспозвоночные, которые несут на себе тяжелый груз обеспечения жизни грибков, бактерий и способствуют созданию почв. Они играют важнейшую роль в круговороте углерода в природе, обеспечивают почву питательными веществами и населяют почву. Энди, мы начнем еще раз это видео демонстрировать. И для того, чтобы это видео у нас было на всем экране, пожалуйста, уберите меня тоже с экрана, для того, чтобы на экране у всех было только видео и картинка из этого видеоролика, чтобы ничего не отвлекало наше внимание. Меня зовут Энди Мюррей. Я эндомолог, писатель и макрофотограф. Я специализируюсь на фотографировании представителей почвенной мезофауны. Они практически невидимы невооруженному взгляду, но они очень часто не получают должного внимания. Однако вместе с грибками и бактериями они ответственны за создание здоровых почв. Их роль в круговороте углерода в природе и создании питательных веществ в почвах очень важна. И я привела к тому, что 400 миллионов лет назад, вернее, на протяжении 400 миллионов лет они продолжают создавать плодородные почвы. Познакомиться с этими представителями было для меня очень интересным и было замечательным опытом в моей жизни. Белохвостки являются совершенно замечательными представителями мезофауны. Они невероятные, и я к ним, что называется, прикипел душой буквально 9 лет назад. Именно из-за них я покинул свою работу и в 2014 году решил отправиться в путешествие. На протяжении 6 месяцев я путешествовала по умеренным и тропическим джунглям Австралии и Новой Зеландии и фотографировала их. В ходе этой работы я фотографировала других представителей мезофауны и других животных, которые проживают в почве. И оказалось, что и клещи, и пауэроподы, и симфилы, и бетерковые также являются замечательными представителями жителей почвы, такими же замечательными, как и белохвостки. Они очень маленькие, буквально размером с песчинку. И тем не менее, они замечательные. Я получила огромное удовольствие от этой работы. И сейчас все говорят о том, что биоразнообразие почв сокращается, и это действительно вызывает огромную озабоченность по всему миру. Это связано прежде всего с антропогенными факторами. Однако благодаря усилиям международного сообщества, таким как ПАО, Глобальное почвенное партнерство и многих других, у нас, наконец, есть возможность обсуждать эти важнейшие вопросы. Мы должны сделать так, чтобы защита почвенного биоразнообразия и устойчивое управление почвенными ресурсами получало должное внимание. Мы считаем, что потеря почвенного биоразнообразия может быть остановлена и обращена вспять. И соответствующие методы работы могут быть внедрены по всему миру для того, чтобы сохранить почву для будущих поколений. Хочу отметить, что иногда маленькие вещи, казалось бы, совершенно незаметные, играют важнейшую роль, и поэтому стоит им уделять должное внимание. Спасибо вам. Большое спасибо. Спасибо, Энди, за то, что подготовили для нас такой замечательный ролик с очень красивыми фотографиями. Таким образом, у нас была возможность своими глазами увидеть, как именно выглядят представители флоры и фауны, проживающие в почве. Я хочу поприветствовать еще раз наших участников и соорганизаторов, которые сегодня присоединились к нам. А также я благодарю всех гостей, которые выступили со вступительным словом. А также я приветствую наших коллег из технических отделов. Мы сейчас с вами разойдемся по галереям, мы сможем с вами, вернее, перейдем к виду галереи, сможем увидеть друг друга и перейти к следующей части нашей встречи. Я хочу поблагодарить генерального директора за проведение этого симпозиума, за то, что выступили сегодня. А мы с вами продолжим работу на протяжении ближайших трех дней и будем продолжать наши очень интересные дискуссии. И приступим к этим дискуссиям буквально через несколько минут с участием фотографов, фермеров, ученых, которые расскажут нам о том, что происходит в почве и какие виды существуют там, и чем именно мы с вами будем заниматься в ближайшие дни. Мне напоминают о том, что нас с вами уже более 2400 участников, которые присоединились по веб-касту, продолжает расти число участников, и это замечательно. Я благодарю всех, благодарю генерального директора и исполнительных секретарей за то, что вы присоединились к нам, уважаемые министры, послы. Я также благодарю вас за участие. Надеюсь, что вы с нами продолжите обсуждение в ходе этого симпозиума. Еще раз всем большое спасибо. Благодарю вас, господин генеральный директор. Если вы хотите сказать пару слов, у вас сейчас есть такая возможность. Прошу вас. Я не стану тратить ваше время, но хочу поблагодарить Энди Меррей за удивительный ролик, который вы представили нашему вниманию. За прошедшие 10 лет вам удалось стать настоящим экспертом по этому вопросу. Спасибо, что присоединились к нам. Благодарю вас, господин генеральный директор, за ваш комментарий. Действительно, это так. И я надеюсь, что Энди не станет останавливаться на достигнутом, продолжит свою работу. Пожалуйста, Энди, ни в коем случае не возвращайтесь на вашу бывшую работу. То, что вы делаете, замечательно, и мы вас в этом поддерживаем. Я думаю, что мы даже сможем вам оказать сильную поддержку. Благодарю вас, господин генеральный директор. Я надеюсь, что у нас в ходе симпозиума откроются новые возможности для сотрудничества и партнерских отношений по вопросам биоразнообразия почв. На этом, уважаемый господин генеральный директор, я благодарю вас и предлагаю перейти ко второй части нашего глобального симпозиума. У нас есть пять выступающих. Я сейчас несколько слов о них скажу. Что они будут выступать с докладами, которые касаются конкретных аспектов биоразнообразия почв, например, экосистемных услуг, устойчивого обеспечения, жизнеобеспечения и многих других аспектов. Мне говорят, что у нас в конце предусмотрен небольшой конкурс с вопросами. Я надеюсь, что вы все будете слушать все доклады очень внимательно, с тем, чтобы в конце вы смогли ответить на все вопросы. Думаю, что по имейлу вы получили соответствующие инструкции. Если нет, то мои коллеги обязательно сейчас сбросят ссылку в чат для того, чтобы вы могли ознакомиться с условиями участия. У нас будет пять презентаций, а затем по ним будет небольшой опрос. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями по участию в этом опроснике. Я уверена, что вы сможете показать, как много вы знаете о биоразнообразии. Ну что ж, наш первый гость, который я хочу представить, это госпожа Роза Бо, которая является председателем межправительственной технической группы экспертов по почвенным ресурсам. В этой группе 27 экспертов, которые представляют различные регионы мира, различные правительства, и они являются политическими и техническими советниками по вопросам почвенных ресурсов в рамках глобального почвенного партнерства. Прошу вас, госпожа Поп, вам слово. Благодарю вас. Большое спасибо, Ясмина. Я сейчас поделюсь своим экраном и приступлю к докладу. Я буду делать свой доклад по-испански, если не возражаете. Для меня большая честь сегодня выступить, и я под впечатлением от того, как много участников присоединилось к нашему симпозиуму. Наверное, в формате реальных встреч такую широкую представленность было бы обеспечить довольно сложно. В качестве такого вводного доклада для нашего симпозиума я подготовила вот какую презентацию. Я хочу несколько слов сказать о докладе, который был подготовлен по теме положения дел в области всемирных почвенных ресурсов. Он вышел в 2015 году. Этот доклад касается описания и оценки биоразнообразия почв с разных точек зрения. И, конечно, этот доклад помог нам проанализировать то, как человек влияет на биоразнообразие почв. А также потребовал от нас дополнительных усилий. Безусловно, этот доклад – это всего лишь первый шаг. И нам необходимо проделать дополнительную работу для того, чтобы лучше понимать, как работают почвенные экосистемы. И необходима соответствующая стандартизация методов работы, проведения исследований, которые касаются биоразнообразия. После того, как соответствующие усилия, условия были созданы, мы выбрали ряд аспектов и проводили работу по ним. Например, в 2017 году были запущены добровольно-рубодящие принципы по устойчивому управлению почвенными ресурсами. В этом документе мы выделили основные угрозы, которые влияют на почвенные ресурсы и их биоразнообразие. И говорим о том, как укрепить устойчивость развития почвенных ресурсов за счет соответствующих мер. Что касается стандартизации методов, эта работа уже была начата в рамках протокола, который касается оценки устойчивого развития управления почвенными ресурсами. Там были выработаны различные показатели биоразнообразия, по которым проводится оценка биоразнообразия почв и оценивается качество биоразнообразия. В рамках доклада 2020 года также была поставлена задача по обобщению знаний, которые касаются биоразнообразия почвы. И такой доклад был подготовлен при содействии наших партнеров, в частности, глобального почвенного партнерства, конвенции по биоразнообразии и при поддержке Еврокомиссии. Этот доклад включает в себя крайне подробное описание положения дел в области биоразнообразия почвы по всему миру. И часть этого доклада посвящена грядущим исследованиям, которые будут проводиться Глобальным почвенным альянсом и другими международными организациями по всему миру. В чём это будет касаться самых разных аспектов, и эта работа будет проводиться также в рамках инициатив по защите и сохранению почвенных ресурсов. И благодаря этим усилиям у нас будет возможность вносить свои предложения относительно сохранения почвенных ресурсов и выявления взаимодействия между управлением почвенными ресурсами и их состоянием. Кроме того, в рамках второго направления деятельности альянса мы включили список различных показателей. Программа эта получила название «Глобальные доктора для почвы». И в рамках второго направления, как вы знаете, в прошлом году мы провели Всемирный день почв, который был посвящен вопросам биоразнообразия. Позже мы будем обобщать результаты проведения этого Международного Всемирного дня. Прошёл он с огромным успехом по всему миру. Кроме того, альянс подготовил различные инфографики и материалы, которые касаются вклада биоразнообразия в обеспечение жизни на планете. И вот в начале 2015 года тем самым мы определили ряд угроз в рамках альянса, постарались выработать какие-то решения, подготовили доклады по этим темам. Речь там идёт, например, о загрязнении, там говорим о передаче знаний и передового опыта, говорим о политических ограничениях каких-то, которые могут возникать. И говорим также о тех документах, которые были разработаны для того, чтобы развивать устойчивые практики управления почвенными ресурсами. Три основные темы, которые мы будем обсуждать, это накопленное знание по биоразнообразию почвы, биоразнообразие в действии и почвенное биоразнообразие и то, как оно влияет на будущее продовольственных систем. Мимо участия мы также получили 258 отрывков статей научных, 160 из них были отобраны нашим научным комитетом, в который входили представители межправительственной технической группы экспертов. Мы провели шесть параллельных сессий, вернее, проведём, они будут организованы в следующие два дня симпозиума, и наша задача будет обсудить три темы, которые я озвучила только что. В рамках этих трёх тем, вернее, по каждой из этих трёх тем, мы выбрали по лидеру, и в четверг эти лидеры представят свои доклады относительно итогов проведения параллельных сессий. Да, симпозиум оставит перед собой вот те цели, которые вы видите сейчас на экране. Во-первых, оценка самых последних научных данных, определения основных пробелов и возможностей для того, чтобы сотрудничать. Кроме того, мы будем определять ограничения и возможности существующих политических мер, представлять методику, оценивать возможности для политических начинаний и, наконец, представлять национальные, региональные и глобальные инициативы. А сейчас мне хотелось бы пожелать вам успешного симпозиума. Я хотела бы, чтобы для всех нас это стало действительно замечательной исторической вехой. Спасибо большое, госпожа Пуча, за то, что вы представили нам историю подготовки симпозиума и того, что мы от него ожидаем. И мы с большим удовольствием сейчас послушаем презентацию госпожу Дайана Увола, основателя глобальной инициативы «Беразнообразие почвы». Она расскажет нам о том, каково положение дел на сегодняшний момент и что мы можем сделать для того, чтобы справиться с основными вызовами. Спасибо вам большое, Диана, вам слово. Извините, пожалуйста. Я столкнулась с небольшой проблемой в отношении демонстрации своего экрана. Модератор, вы должны запустить презентацию после чего вы сможете поделиться экраном в полноформатном виде. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Прежде всего, я должна сказать, что я не единый основатель. Я часть партнерства ученых, которые хотели, чтобы решения на политическом уровне опирались на научные данные. Так, мы знаем, что биоразнообразие почвы – это опора для всего биоразнообразия. Но на протяжении многих лет мы не изучали это биоразнообразие. Почему? Потому что нам говорили, что мы знаем слишком мало. Но это не так. Мы знаем много. Четверть всего биоразнообразия находится под землей. Мы должны это осознать. Речь идет обо всех типах существ. Это и дождевые черви, и беспозвоночные, и насекомые. Мы знаем, что колоссальное количество видов проживает под землей. Посмотрите, пожалуйста. Вот то, что вы видите здесь – это различные виды. Небольшое количество тех видов, которые живут в почве. Чем они занимаются, все эти организмы? Они работают. Это работают для того, чтобы утилизировать все, что попадает в почву, и переработать эти вещи в органическое вещество. Посмотрите, пожалуйста. Мы многое из того, о чем я говорю, уже опубликовали в специальном пособии для преподавателей, для политиков. Но, наверное, основная публикация сейчас – это состояние биоразнообразия почвы мира. Мы исключительно заинтересованы тем, что же сейчас происходит в отношении той угрозы, которая нанесена почве, и что может сделать биоразнообразие почвы. Мы на протяжении уже очень многих лет знаем, что сельское хозяйство сокращает биоразнообразие почвы и ставит под угрозу исчезновения колоссальное количество видов. Мы знаем, что и микробы, и беспозвоночные, и насекомые – все они стоят под угрозой исчезновения и заинтенсификации сельского хозяйства. Но зачем же нам сохранять это разнообразие? Мы должны помнить, что биоразнообразие почвы – это такой узел для всех тех начинаний, которыми мы занимаемся в области сохранения окружающей среды. Если мы будем рассматривать биоразнообразие в качестве большого пазла, мы должны понимать, что это именно тот кусочек пазла, без которого собрать его невозможно. Биоразнообразие почвы поддерживает жизнь не только для растений, но и для животных, начиная от птиц и заканчивая крупными млекопитающими. Но мы всегда управляем биоразнообразием и его ресурсами с точки зрения наземного подхода. Но мы должны посмотреть на эту общую картинку. Посмотрите, пожалуйста. Вот карта биоразнообразия по тому, где именно оно находится. Здесь все, что находится под землей, напрямую связано со сохранением окружающей среды нашей планеты. Они скренируют двуокись углерода, они обеспечивают основу для нашей жизни. Мы знаем, что беспозвоночные являются неотъемлемой частью цикла углерода. Организмы над земной поверхностью напрямую зависят от того, что находится в почве. Мы знаем, что дождевые черви, другие существа, которыми населена почва, обеспечивают циркуляцию воды в почве. Они являются частью всех решений, связанных с сохранением сельского хозяйства, управления экосистемой, сохранения природных ресурсов и восстановления окружающей среды. Можем ли мы изменить сложившуюся ситуацию? Да, посмотрите, пожалуйста, вот это различные почвенные сети, которые напрямую связаны со всем, что вообще существует в нашем мире. Посмотрите, через 30 лет нам необходимо имя, но такая сеть. Сеть, которая обеспечивает эффективность передачи питательных вещей. Биоразнообразие почвы обладает огромными преимуществами. Если мы рассмотрим все те вызовы, которые брошены нам в области сохранения окружающей среды, нам важно поставить в центр этой картинки именно почвы. Даже если мы рассматриваем целеустойчивое развитие, обеспечение биоразнообразие почвы позволит нам достичь многих этих целей. И вот такое научное обоснование позволяет нам выработать различные методы решения различных глобальных проблем. Позволю остановиться себе на нескольких из аргументов данной публикации. Во-первых, действовать надо прямо сейчас. Угроза неотвратима, и мы должны действовать безотлагательно. Важно включить биоразнообразие почвы в будущее, в программу действий в области биоразнообразия. ФАО и другие учреждения должны сделать так, чтобы рекомендации были претворены в жизни. Сейчас есть целый ряд инициатив. Это инициатива Лукас, это европейская инициатива по использованию земных ресурсов и ресурсов поверхности земли. Есть СОИЛ БАН, обсерватория. Биоразнообразие почвы необходимы для устойчивого будущего. Мы должны и дальше вести научные исследования. Мы с большим удовольствием поприветствуем всех, кто захочет присоединиться к нам. Спасибо, спасибо большое, госпожа Вол, спасибо за все эти очень интересные аргументы. Я уверена в том, что к вашим презентациям возникнут вопросы. Презентации все будут опубликованы на веб-сайте. Мне хотелось донести до сведения наших участников. Как было сказано раньше, биоразнообразие почвы играет ключевую роль в обеспечении благополучия и здоровья человека. И мы с большим удовольствием сейчас обратимся к господину Вим Вандерпутену из Нидерландов, который как раз и расскажет нам об этой взаимосвязи между биоразнообразием почвы и здоровьем человека. Конечно, здоровье человека мы прекрасно понимаем. Это вопрос, который вышел на первый план в свете пандемии прошлого года. Спасибо, Ясмина. Я как раз хотела сказать несколько слов об экологической интенсификации и о болезнях, которые передаются с почвой. Я очень рад тому, что столько людей самого высокого уровня, самых высокопоставленных политиков сейчас уделяют внимание вопросам биоразнообразия и, в частности, вопросам почвы. Когда мы обсуждаем вопрос почвы, мы несколько лет назад говорили в основном о патогенах и о том, каким образом это влияет на наше сельское хозяйство, на наши культуры. Мы прекрасно знаем, насколько много серьезных болезней сегодня затрагивает наши сельскохозяйственные культуры. Но речь идет прежде всего о болезнях растений, которые могут быть вызваны вирусами, бактериями, грибами, вредителями. Не так давно, когда я защищал кандидатскую диссертацию, общая теория стала в том, что такие патогены связаны исключительно со сельскохозяйственными культурами. Но это совсем не так. Ведь патогены напрямую воздействуют и на любые другие культуры, которые произрастают на нашей земле. Например, патогены могут воздействовать на растения и цветы лугов. Если такие патогены распространяются в почве, на лугу будет произрастать одна лишь трава. Если мы их контролируем, то произрастают растения. Растения, соответственно, растения и цветы привлекают опылителей. И мы даем дополнительный толчок развитию и сохранению биоразнообразия. Остановлюсь на экологической интенсификации. Что это значит? Это такая теория, которая говорит о том, что необходимо пользоваться экосистемными услугами для того, чтобы обеспечить сельскохозяйственное производство, при этом минимизируя пагубные воздействия на окружающую среду. Но здесь нам необходимо подойти на основе подхода к экологической инженерии. Это концепция достаточно широкая, которая сейчас привлекает чуть больше внимания, чем раньше. Позвольте мне остановиться чуть подробнее на борьбе с болезнями, которые передаются в почве. Если у вас, например, идет постоянная ротация двух культур, вы, скорее всего, столкнетесь с большим количеством таких заболеваний. Но мы прекрасно знаем, что сокращение такой заболеваемости может быть достигнуто последствием многообразия культур, которые подвергаются ротации на одном землянном участке. К сожалению, мы знаем, что фермеры стремятся к работе с некоторыми лишь незначительным количеством культур. Вот посмотрите, вы видите разницу в графиках широкой ротации и узкой ротации. Если у вас есть только культура А и Б, вы сокращаете количество патогенов. И чем больше культур вы выращиваете, тем лучше вы сокращаете это количество болезней и патогенов на одном и том же участке. То есть в результате вы позволите вашей почве быть более здоровой, если вы используете больше культур. Сегодня фермеры в основном используют химические вещества для того, чтобы справиться с болезнями почвы. Но эти химикаты убивают не только патогены, но и фактически все, что находится на этом участке. Об этом уже много говорили и предыдущие ораторы. Это действительно очень серьезная проблема. Здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Многие говорят, почему экологи говорят, что почва сегодня все в более плачевном состоянии, в то время как растет урожайность. Урожайность может увеличиваться, однако сокращается количество экосистемных услуг. То есть экосистемных услуг становится меньше, и это ведет к утере структуры почвы, плодородности почвы. И это связано с теми угрозами, о которых говорили уже и предыдущие ораторы. Вот почему возникает вопрос. Можем ли мы справиться с болезнями почвы благодаря экологической интенсификации? Экологическая интенсификация рассматривается сегодня в научной литературе прежде всего с точки зрения того, что происходит на поверхности Земли. Но важно говорить и о работе с почвой. В экологической интенсификации есть специальные методы, которые позволяют, например, сохранить жизнь насекомым в ходе сбора урожая. Если же мы при этом работаем с тем, что находится под земной поверхностью, мы должны работать именно с тем, что происходит там. Мы под землей должны воздействовать напрямую на почву. И здесь нам необходимо в саму концепцию экологической интенсификации внести важную составляющую, составляющую почв, составляющую того, что происходит под земной поверхностью. Европейская программа как раз и включает в себя наибольший возможный перечень, наибольший широкий возможный перечень для всего, что следует делать в рамках такой экологической интенсификации. Это система, которая была знакома римлянам в далекой древности, которая была хорошо известна в древнем Китае. Это, естественно, и ротация культуры, это возможность для почвы отдохнуть, это целый ряд возможностей для почвенных ресурсов, которые не всегда нравятся фермерам. Если вы хотите экологически интенсифицировать ваше производство, вы должны говорить не только о различных культурах в отношении того, что происходит над поверхностью, но и того, что находится в почве. Вы должны знать, какое наследство оставило вам выращивание тех или иных культур. Вы должны понимать, что урожайность одной культуры может подвергаться воздействию наследия тех культур, которые выращивались на этом земельном участке до данной культуры. Кроме того, вы должны понимать, каким образом растения взаимодействуют между собой и каким образом они взаимодействуют с почвой. Что они оставляют в почве и каким образом следующие культуры будут испытывать данные эффекты. Вот каким образом следует подходить к ведению сельского хозяйства, если вы хотите пойти по этому пути. Позвольте в заключение представить вам лишь несколько основных выводов. Мы провели соответствующую программу Экотрейна в Евросоюзе и рассматривали воздействие обитателей почвы в дзюнах. Посмотрите, пожалуйста, это очень важная травяная культура. Она обладает бесчисленным количеством обитателей в своем корневище. И вы видите здесь тот факт, что данная культура может контролировать тех нематодов, тех червей, которые обитают в почве и у ее корневища. Данные нематоды, соответственно, контролируют других паразитов, которые обитают в более глубоком почвенном слое. И все здесь полностью взаимосвязано. Если вы вырвете эту траву, вы нарушите равновесие, нарушите баланс между всеми этими обитателями почвы. И нам придется заново восстанавливать эти взаимосвязи. В заключении, экологическая интенсификация, несомненно, могла бы опираться на более внимательное отношение к сохранению биоразнообразия почвы и на внимательное отношение к взаимодействию между культурами и явлениями, которые происходят над поверхностью и под поверхностью Земли. Спасибо. Спасибо большое, господин Вантерпутин. Действительно, очень интересная взаимосвязь между почвой и здоровьем. Об этом также говорила и Эдуарда в отношении того, что наша жизнь напрямую зависит от той жизни, которая сегодня протекает в почве. Я уверена, что во время симпозиума у вас будет возможность обсудить этот вопрос. Уважаемые коллеги, вы видите, что в чате возникают вопросы. Если вы можете ответить на эти вопросы, если они подрисованы именно вам, вы можете, несомненно, на них отвечать. У вас будет три дня для того, чтобы обсудить все же трепещущие вопросы. Кроме того, мы бы хотели сейчас представить вам и видео, видео Кристофера Марли. Я не знаю, присоединился ли он к нам сейчас, ведь еще очень раннее утро у него дома. Но он художник, видеохудожник, который, быть может, чуть позднее выступит и расскажет о том, как он объединяет элементы мира, природы в своих видеотворениях. Это выставка исключительных существ. И он расскажет нам о том, как связаны эти существа с миром природы и с нашим творческим началом. Я с большим унобойствием также отмечу, что, так же, как и Энди, Кристофер работал в рамках подготовки доклада биоразнообразия почв. Пожалуйста, Кристофер, покажите нам видео. Меня зовут Кристофер Марли. Я художник, и я работаю с элементами мира, природы. С тех пор, как я себя помню, я натуралиста и художник. Я вырос в Орегоне. Когда я выходила из дома, я постоянно сталкивался с природой. Это ключевая часть моего опыта. Когда я начал работать в индустрии моды, я смог путешествовать по всему миру. И каждый день, когда я путешествовал от джунглей до лесов, лугов, я все время наблюдал за насекомыми. Мне кажется, что это совершенно потрясающие существа. И я понял, насколько ценно возможность взаимодействовать с природой, почувствовать связь с природой. Я ушел с работы в модной индустрии и начал работать над созданием передвижного музея. Мне хотелось показать людям такие существа, такие детали, которые полны жизни, которые совершенно потрясают, которые великолепны. Увидеть их так, как вижу их я. И когда люди начинают открывать для себя эту красоту, им хочется узнать чуть больше. Они укрепляют свое взаимодействие с миром природы. Перед нами большой вызов, но и большая ответственность. Мир искусства, природы, науки. Все эти миры связаны между собой. И со знаниями растет наша любовь. С любовью жажда знаний о мире природе. А то, что мы любим, мы обязательно защищаем. Забыла выключить микрофон. Прошу прощения. Говорит Есмин. Да, действительно, то, что мы любим, мы стараемся сохранить. Опять же, если у вас есть вопросы к нашим фотографам, художникам, пожалуйста, вы можете задать эти вопросы в ходе симпозиума. Они будут с нами в течение всей нашей работы. Вы сможете узнать то, как именно они работают и какой вклад они вносят в сохранение природы, как они взаимодействуют с ней. Ну, безусловно, на веб-сайте симпозиума вы сможете еще раз посмотреть подготовленные видео и, опять же, пообщаться с художниками. Кристофер будет с нами на протяжении всего симпозиума. Ну, а сейчас я предлагаю перейти к следующей презентации господин Филиппе Пассини, бывший, вернее, журналист и фермер из Бразилии. Вы подготовили небольшой видеоролик для нас, если я не ошибаюсь, а затем мы с вами пообщаемся сразу после этого видеоролика. Для начала посмотрим на основные темы, которые вы бы хотели осветить, а именно альтернативные способы ведения сельского хозяйства с учетом биоразнообразия почвы. Большое спасибо за то, что присоединились к нам. А сейчас мы посмотрим ваш видеоролик. Добрый день. Прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия за приглашение принять участие в симпозиуме и за то, что вы приняли такой новый интересный формат. Меня зовут Филиппа, я из Бразилии, я занимаюсь фермерским хозяйством, веду исследования и являюсь также журналистом. Я занимаюсь вопросами тропического ведения сельского хозяйства с учетом тех условий, в которых мы работаем. Я использую генетические знания и работаю в Бразилии с 80-х годов. Сегодня моя задача рассказать о том, что мы можем использовать, как мы можем использовать природные ресурсы, условия для того, чтобы вести сельское хозяйство. Мы знаем, что очень часто в прошлом, вместо того, чтобы пытаться понять благотворные взаимосвязи, которые существуют в природе, мы старались избавиться от нежелательных организмов. А сейчас мы понимаем, что все эти организмы необходимы для того, чтобы обеспечить равновесие почве. И они играют важнейшую роль для обеспечения стабильности, в том числе в плане углерода по почве и повышают также способность почвы удерживать воду. Благодаря этим знаниям мы сейчас уверены, что патогены – это скорее исключение из правил. А правила – это другие организмы, которые существуют в почве. И тут важно понимать, как работают фермеры, как они организуют свое хозяйство для того, чтобы выращивать продовольствие. И мы должны помнить об экологических преимуществах. Я уверена, что многие коллеги будут об этом говорить в нашей работе. Благодаря этим знаниям мы можем подходить к сельскому хозяйству по-новому. Мы должны понимать это, когда мы разрабатываем наши модели ведения сельского хозяйства. Этого должно быть достаточно для того, чтобы мы четко понимали, как важно защищать и сохранять различные организмы, которые живут в почве. Если мы будем работать в этом направлении, то сохранение плодородия почвы будет происходить автоматически, без внесения каких-то искусственных химикатов, так как это происходит в естественной среде за счет естественных процессов, естественной динамики. Вопрос в том, как это сделать. Прежде всего, нам нужно понять, как это происходит в природе и скопировать у природы ее методы обеспечения равновесия в почве. Наша задача сделать так, чтобы одни организмы обеспечили условия для существования других организмов. И таким образом будет обеспечено необходимое равновесие. Использование различных видов растений – это тоже очень важный принцип. Действительно, растения очень разнообразны. Это огромный спектр видов жизни на нашей Земле. Некоторые из них предпочитают жить, расти на солнце, кто-то предпочитает тени, видов растений очень много. За счет комбинации различных растений на одном участке, я имею в виду растения с разными характеристиками, мы можем добиться оптимального фотосинтеза на этом участке и добиться процветания биомассы. А также добиться оптимальных условий для почвенных организмов. В этом нет ничего нового. До прихода европейцев коренные народы Америки уже использовали такие методы работы. Они выращивали разные виды растений, например, комбинировали маис, кукурузу и тыкву на одних участках. И в результате оптимизировали свои урожаи и создавали оптимальные условия. Эти растения не соревновались друг с другом, а наоборот получали пользу от такого соседства. Еще один пример – это пример из начала Римской империи. Там тоже был опыт использования различных участков для выращивания разных культур, так скажем, слоями или ярусами. Вот такая ярусная культура была распространена очень широко, и у нее были огромные преимущества. Так вот сейчас мы снова возвращаемся к таким способам. Долгое время считалось, что такие способы выращивания растений устарели, потому что растения начинают соревноваться за питательные вещества, и ничего хорошего не получается. На самом деле это не так. На самом деле, если грамотно организовать такие способы выращивания растений, вы оптимизируете условия, в том числе с точки зрения доступных питательных веществ, для всех растений, которые выращиваются на таком участке. Мы предлагаем выращивать различные культуры слоями или ярусами. И благодаря такой ярусной структуре мы понимаем, что каждый листок выступает в качестве своего рода солнечной батареи, которая повышает фотосинтез во всей системе в целом, вместо того, чтобы иметь всего лишь один ярус. У нас появляется целых пять ярусов, а значит, система становится более эффективной. По мере того, как мы передвигаемся к более верхним ярусам, плотность засадки становится меньше, и тем самым мы не ограничиваем доступ к солнцу всех растений, которые растут в более нижних ярусах. Это создает не только благоприятные условия с точки зрения фотосинтеза, но и с точки зрения температурного режима. Потому что чем ниже вы опускаетесь в ярусах, тем ниже температура. А это может быть предпочтительно для ряда растений. Кроме того, это положительно сказывается на доступности влаги в почве. И иногда мы думаем, что в общем в этом ничего особенного нет. И на самом деле это очень положительно может сказываться на тех культурах, которые выращиваются подобным способом. Потому что это положительно влияет не только на те организмы, которые живут в почве, но и на сами культуры. Потому что у них появляется больше ресурсов в конечном итоге. Это можно использовать также с точки зрения фотосинтеза. Это имеет определенное преимущество, потому что позволяет создать систему, в которой комфортно сосуществуют не только растения, но и микроорганизмы. Ну и еще один момент, это то, что мы перестанем считать, что растения вытягивают питательные вещества из почвы. На самом деле это не так, потому что питательные вещества находятся в почве как раз для того, чтобы растения их использовали и при этом обогащали почву какими-то другими питательными веществами. То же касается и влаги растения. За счет эффектов термодинамики поглощают влагу из окружающего атмосферного воздуха, тем самым перенося ее в почву. Это такой традиционный классический вариант круговорота воды в природе. И тоже очень важное значение имеет в контексте таких многоярусных систем. Когда мы переходим к одноярусной системе, у нас используются принципы монокультуры. Мы видим, что, например, эвкалипты и бананы, которые известны тем, что они вытягивают очень много воды из почвы, приводят к своего рода заставке. Если объединить эти культуры, то мы видим, что результат замечательный, потому что в результате листья бананов открываются, а значит воды их достаточно. Благодаря тому, что в этой системе используются также и другие виды растений. Нужно помнить о том, что у разных растений разные жизненные циклы, тогда, когда одни растения плодоносят, другие растения только набирают силу. И это важно помнить. Когда мы разрабатываем такие системы, мы должны помнить о том, что есть растения, которые будут перенимать эстафету у каких-то других растений на этом участке. А в результате никаких отрицательных взаимодействий в плане фотосинтеза не произойдет. И будет создаваться новая группа растений, которая будет произрастать на этом участке, и они тоже будут взаимодополнять друг друга, не будут мешать друг другу. Таким образом, важно помнить о том, что некоторые растения растут очень быстро в начале. Не потому, что они забирают питательные вещества у других растений, а потому, что они создают условия для других растений, которые естественным образом растут медленнее. Таким образом, мы видим такой своего рода цикл, который позволяет создать благоприятные условия сразу для нескольких видов растений, произрастающих на одном участке. И за определенный период мы видим, что одни растения сменяются другими. В рамках такого цикла есть период своего рода очищения, и затем начинается новый кукол, повышается сложность этой системы, потому что появляются какие-то другие растения. И вся эта система положительно также сказывается и на почве. Если мы забудем о том, что растения состязаются друг с другом за питательные вещества, то мы лучше поймем то, что растения могут сосуществовать и делать это очень успешно. Нам нужно помнить о разных жизненных циклах растений, о том, что одно растение, каждое растение занимает свое место в системе. И экологическая последовательная смена одних растений с другими – это естественный путь вещей, который позволяет оптимизировать использование не только питательных ресурсов почвы, но и фотосинтеза. Благодаря вот этой преемственности, плодорожность почвы также повышается. Это важно отметить и в плане участия организмов, использующих в почве в такой системе, потому что они, конечно, тоже принимают активное участие. Например, мы знаем, что состав грибков в почве Бахаево-Бразилии играет очень важную роль. Наша задача сделать так, чтобы одни растения сменяли другие, одни организмы сменяли другие. Это естественный путь вещей, который позволяет использовать оптимальным образом существующие ресурсы для всех растений. Есть какие-то коммерческие виды растений, которые также могут вписываться в такую систему. А значит, фермерское хозяйство должно особое внимание уделять тому, какую роль отводят тому или иному растению в рамках такой более широкой системы. С тем, чтобы те или иные растения выращивались в определенный период и естественным образом сменяли друг друга. Это необходимо учитывать при формировании таких моделей. К сожалению, в наших условиях подобные сложные модели не нашли должного распространения. Считается, что это слишком сложно, слишком большая нагрузка на логистику и так далее. Однако нам следует разрабатывать соответствующие технологии и инновации, которые позволят нам избавиться от сложившихся стереотипов и перейти к таким новым системам, которые позволят нам производить продовольствие в более оптимальных условиях. Еще несколько картинок того, как выглядят фермы. Буквально 30 лет назад здесь был пустырь, а сегодня отлично напоминает настоящий лес. Здесь много животных. И считается, что земля здесь исключительно плодородная. Это было достигнуто благодаря вот таким новым методам. И чем дальше идет развитие этой системы по естественным циклам, тем более она устойчива. При этом не используются никакие химикаты или пестициды. Все происходит естественным образом. И то органическое вещество, которое образуется на поверхности почвы, затем попадает внутрь и также используется растениями, почвой и теми организмами, которые проживают здесь. В результате могут образовываться естественным образом небольшие участки, где произрастает молодая поросль, а затем она приходит на смену более высоким растениям. В некоторых участках активно выращиваются различные овощи. И мы тоже здесь продумываем варианты того, как можно выращивать овощи с тем, чтобы учитывать размер этих растений. Например, эвкалипты, цитрусы, манго выращивать на одном участке для того, чтобы создать для них оптимальные условия. Также и другие виды фруктов и деревьев. Мы можем выращивать на одном участке. Еще один пример таких крупномасштабных операций. Это ферма в Мата Глобо. И еще одна плантация в Мартинике. Семья Обери является ее собственником. И последний пример. для средиземноморского региона на юге Испании, Ла-Лома-Рива. Вот вы видите засушливый участок, довольно обширный. И есть небольшие деревья. Благодаря такой ярусной системе удалось улучшить положение дел. В мае 2017 года вы видите, какая была ситуация. Это буквально через несколько месяцев. В сентябре 2017 года растет значительно больше. В мае 2018 года, в августе 2020 года. То есть постоянно на этом участке фотосинтетические возможности только увеличиваются. И вот в августе 2020 года вы видите, здесь уже очень много зелени. Благодаря тем методам, которые применялись, в том числе в засушливые периоды, нам надо сделать так, чтобы земля постоянно была покрыта живыми растениями. И постоянно происходит смена растений, постоянно обеспечивается фотосинтез. И это положительно сказывается на почве. Ее способность удерживать влагу играет важнейшую роль, в том числе и в таких засушливых районах. Какой вывод я могу сделать из всего вышесказанного? Вместо того, чтобы создавать какие-то новые продукты, новые методики для выращивания растений, давайте постараться использовать те возможности, которые у нас уже есть. Благодаря этому мы сможем выращивать продовольствие для всех нас. На этом у меня все. Я благодарю за внимание и желаю вам плодотворной работы на симпозиуме. Большое спасибо, Филипп. Большое спасибо за то, что присоединились к нам, нам подготовили такую интересную презентацию, благодаря которой нам удалось узнать о том, как воздействуют ваши методы работы на местах, на ведении сельского хозяйства. Очень много всего я себе взяла на карандаш. Вы говорили об инновациях, о динамике, о преобразовании агропродовольственных систем, о том, как вы достигаете лучших условий, лучшего питания, лучшей экологии, лучшего производства по четырем основным направлениям работы нашей организации. Да, действительно, есть такие решения. Очень интересно было посмотреть, как они работают на деле. Большое спасибо за то, что поделились конкретными примерами. Не так давно, Филипп, буквально несколько минут назад вы получили вопросы в чате. Хочу обратить на них ваши внимания. Если у вас будет возможность, пожалуйста, ответьте на них. Или, может быть, вы сможете пообщаться с участниками. Также хочу обратиться к остальным участникам нашего симпозиума. Если вы получите вопросы, на которые вы могли бы или хотели бы ответить, пожалуйста, делайте это. Еще раз благодарю, Филиппа. Большое спасибо. Ну, а мы переходим к следующей презентации. Госпожа Дарфни Миллер из Университета Калифорнии, которая расскажет о связях между ее разнообразием почвы, питанием и здоровьем людей. Большое спасибо за то, что присоединились к нам. Несмотря на ранний час, я передаю вам слово. Доброе утро. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Для меня большая честь приветствовать вас на этом симпозиуме. Благодарю за приглашение. Я поделюсь своим экраном и приступлю к докладу. Я, в общем, в некотором смысле аутсайдер. Вы представляете различные организмы, которые существуют на нашей планете. А я, в первую очередь, думаю о человеческом теле. И главным образом я сегодня буду говорить о том, что на самом деле мы все очень похожи. И делаем с вами одну общую работу. Это тот месседж, тот посыл, который я хочу озвучить сегодня. Почему я сама начала заниматься вопросами почвенных ресурсов? Начала эту работу более 30 лет назад. Я тогда была молодым начинающим врачом. Только-только начинала свою работу, профессиональную деятельность. Работала в Селинес. Это большая область в Калифорнии. И там у нас будет медицинский центр на Тивидат. Вокруг этого центра, вокруг этой области находятся сельскохозяйственные угодья. В этом регионе производится огромное количество продовольствия, которое кормит буквально все Соединенные Штаты. Мы вращиваем артишоки, клубнику, латук и многие другие культуры. И очень многие эти культуры затем даже экспортируем. И вот я, как молодой начинающий врач, начала работать в этом медицинском центре. И в какой-то момент отметила для себя, что работа – это очень тяжелая. И я поняла, что большинство, по крайней мере, большое количество тех пациентов, которые ко мне обращались, так или иначе пострадали от плохого качества почвы и от тех сельскохозяйственных практик, которые сложились в этом регионе. Я очень часто говорю, что это такие пять факторов, которые все начинаются по-английски на букву «Си». Это факторы, такие как химические различные вещества или химикаты. Также уже на тот момент были заметны последствия изменения климата, например, затяжные периоды крайней жары или пожары и задымленность, которая возникала из-за них некоторые периоды. Следующий фактор – это факторы, связанные с тем, что очень многие фермеры, которые обращались ко мне, страдали от заболеваний, связанных с недостатком питательных веществ. Это, например, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, лихорадка – это занозные заболевания, которые непосредственно связаны с состоянием почвы. И это создает неравные условия, потому что люди, которые работают на фермерских хозяйствах, в итоге оказываются в менее благоприятных условиях по сравнению с другими участниками сообществ. Когда я увидела вот эти взаимосвязи между почвой, ее состоянием и сельским хозяйством, я стала обсуждать это своими коллегами. И очень многие говорили, что информации по этому вопросу много. Но на самом деле на тот момент никому особенно нечего было сказать по данному вопросу. Это было связано с тем, что на самом деле исследований не хватало. И именно поэтому я решила заняться изучением взаимосвязей между состоянием почвы, сельским хозяйством и здоровьем людей. Мне показалось, что… Интересно отметить, что последствия плохого состояния почвы отмечались еще в доисторические времена, 300 лет до нашей эры, вот уже были какие-то проявления, которые в плане здоровья, которые были связаны с плохим состоянием почвы. Видите, на этом изображении людей, которые страдают от каких-то проблем, вызванных состоянием почвы, может быть, неправильной эксплуатацией почвы. И в результате это приходит к различным недостаткам тех или иных питательных веществ. И вот даже тогда эти проблемы уже существовали. Переходя к настоящему времени, мы очень часто видим то, что у нас есть возможность изучить, как наши клетки реагируют на состояние почвы. По-прежнему очень много вопросов неотвеченных, но, тем не менее, можно уже сейчас говорить о том, что микробиом человека очень во многом перекликается с микробиомом почвы. У здоровых людей, если посмотреть на то, какие именно различные организмы существуют в кишечнике, тут очень много наблюдается взаимосвязей с теми микроорганизмами, которые существуют в почве. А зачем они нужны нам в кишечнике, никто не знает. Кто-то говорит, ну просто они у нас там живут, никому не мешают, сохраняются на протяжении веков, и поэтому там и остаются. Но на самом деле вполне возможно, что они способствуют перевариванию, участвуют в метаболизме и взаимодействуют с теми растениями, которые мы с вами используем в качестве пищи. На макроуровне также существует очень много интересных, многообещающих исследований. За последние два года, например, мы начинаем узнавать, что повышение разнообразия, диверсификация фермерских хозяйств приводит к тому, что здоровье почвы повышается и улучшается состояние здоровья людей. Все эти факторы взаимодействуют напрямую. В данном докладе, который сейчас на экране, он касается вопросов питания. Я знаю, что эти статьи вряд ли кто-то читает, поэтому я хочу обратить ваше внимание на эту статью. Дело в том, что были изучены различные исследования и были выявлены различные аспекты воздействия качества почвы на состояние здоровья людей по самым разным параметрам, в том числе и по параметрам самостоятельной оценки своего состояния здоровья. И было выявлено, что повышение качества почвы положительно справляется на состоянии здоровья людей. Кроме того, был подготовлен доклад университетом Беркли, в котором говорилось о том, что доступ к продовольствию и улучшение качества продовольствия – все это последствия повышения качества почвенных ресурсов. Другими словами, когда мы взаимодействуем все вместе, врачи и специалисты почвоведы, мы должны прежде всего сконцентрировать наше внимание по выработке оптимальных решений, которые будут идти на пользу всем. И замечательно то, о чем сейчас говорили коллеги. Действительно, если посмотреть на продовольствие в целом, можно сделать вид о том, что эти питательные вещества, которые в них содержатся, они положительно действуют не только на наше состояние здоровья, но они также и очень нужны почве. Вот здесь я работаю каждый день. Это клиника в Северном Ричмонде, в Калифорнии, где я работаю буквально каждый день. И здесь у нас ужасная статистика по состоянию здоровья по всему этому району. Почему? Потому что здесь очень много проживает людей, но, с другой стороны, здесь еще очень высокий уровень бедности по сравнению с другими участками региона. И поэтому в нашем регионе была очень высокая смертность от ковида. Очень много людей страдают от хронических заболеваний, не имеют работы, не имеют стабильного питания и не имеют страховок. То есть этот регион действительно такой мажоритарный, миноритарный, как мы его называем, регион, где очень сложная ситуация сложилась, в том числе и в плане этнического состава. Поэтому наша задача была изучить, с чем это связано, и провзаимодействовать с представителями «Шеврон», которые расположили здесь свои НПЗ, также с представителями аэропортов, для того, чтобы снизить токсичные выбросы. Если обратите внимание на следующую картинку, фотографию, буквально несколько месяцев назад, прямо непосредственно на близости от моей клиники, произошла утечка нефтепродуктов с НПЗ «Шеврон». Мы видим большое нефтяное пятно. А вот так выглядит ферма. Она принадлежит сообществу, и вы видите, что они пытаются возобновить использование этих угодий для сельскохозяйственных нужд, хотя не так давно эти участки использовались для промышленного производства. И буквально за несколько год им удается преобразовать эту почву с тем, чтобы здесь снова можно было выращивать продовольственные культуры. А затем эти участки начинают своего рода расползаться, что ли. И об этом узнают другие жители. Здесь появляются новые рабочие места для местного населения. Это тоже очень важно. Люди осваивают новые профессии и учатся выращивать полезные культуры. Получают новые знания, например, в области биологии, и обретают цель в жизни. Кроме того, в данной области производится продовольствие, которое затем поставляется в нашу клинику. Самые разные виды овощей и фруктов, вот вы видите, их оставляют на улице, потому что из-за ковида нам не удалось организовать раздачу таких продуктов внутри. Но в результате наши пациенты, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета, могут прийти и получить необходимые овощи и фрукты. Кроме того, мы все вместе проводим сессии, занятия по кулинарии. Мы обсуждаем то, как мы можем менять и улучшать состояние здоровья на уровне сообщества, как использовать тот потенциал, который есть в почве, в земле, где мы живем. Кроме того, очень важное направление работы – это выработка политики. Мы пытаемся сделать так, чтобы компании, которые обеспечивают медицинские страховки, также участвовали в оплате продовольственных товаров, так же, как они покрывают затраты на медицинские препараты. Ведь это позволит сэкономить огромное количество финансовых ресурсов. Если говорить о цикле здоровья почвенных ресурсов, мы видим, что все начинается с почвы. За счет диверсификации фермерских практик создаются новые рабочие места и благоприятные условия для жизни. Люди становятся более здоровыми. Это повышает устойчивость сообществ и позволяет улучшать качество почвенных ресурсов. Мы движемся вперед сообща. И я знаю, что и сегодня, и в ближайшие три дня будет исключительное количество очень интересных дискуссий. Вы говорите о том, чтобы по всем этим сегментам круга действовать и двигаться вперед. Вы говорите о необходимости оценки ситуации, взаимосвязи между водными ресурсами, секвестрации углерода и так далее. Но я хотела бы к вам обратиться. Вы будете обсуждать это все в ближайшие дни, а потом вы вернетесь к вашей работе. И вам важно понять, что биоразнообразие столь же важно для общин, которым мы все служим. Посмотрите, пожалуйста, и на эти сегменты нашей общей сети. Это здоровье фермера. Работника на ферме. Это справедливость для него, разнообразие питания, суверенитета, земельных угодий и семенной суверитет, окружающая среда. Вы должны понимать, что у фермера должен быть доступ к тем семенам, которые он хочет посадить, а не к каким-то генетически модифицированным. Вот на каком уровне, я надеюсь, вы будете работать. И я должна все-таки оговориться, это не нововведение. Так же, как и три сестры, о которых говорил предыдущий оратор, мы здесь говорим о знаниях коренных народов, о знаниях индейцев Америки, о знаниях Аюверды в Индии, о знаниях о пяти элементах в Китае. Традиционные системы всегда работали на основе такой взаимосвязи. Мы должны отойти от этой фрагментированности знаний и действий. И посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Вы видите кожу в разрезе. А теперь справа разреза образца почвы. Не только они очень похожи друг на друга, они функционируют совершенно одинаково. Ведь когда природа приходит к какому-то идеальному рисунку, она воспроизводит его, насколько это возможно. Посмотрите, как проходит вода по почве и как по артериям распространяется кровь. Все это очень похоже. Посмотрите на разрезы нашего кишечника и на разрез почвы. И, наконец, под микроскопом, скажите, пожалуйста, где здесь почва, а где здесь организм человека? Кишечник человека, который взаимодействует с бактериями, которые распространяются в нашем кишечнике, и почва, которая взаимодействует с патогенами. Где здесь что? На этом установлюсь. Спасибо большое. Вы можете со мной связаться в Твиттере. Я буду очень рада ответить на любые вопросы. И я хочу напомнить вам всем, что люди из системы общественного здравоохранения также заслуживают быть услышанными. Спасибо. Спасибо большое, доктор Миллер. Действительно, вы замечательно указали нам на то, насколько похожи тело человека и тело нашей планеты, насколько взаимосвязаны здоровье человека и здоровье планеты. Я очень рада была также увидеть эти два разреза, где очень сложно определить, что есть что. Мы видим еще одно наглядное доказательство того, что надо и дальше работать на основе тех четырех улучшений, о которых мы всегда говорим здесь. С тем, чтобы наша Земля, наша планета также могла похвастаться здоровьем, к которому стремится и человек. Мы видим здесь еще один пример всеобъемлющего подхода к этому вопросу. Я хотела бы поблагодарить всех наших докладчиков, всех наших ораторов. Мы говорим о лучшей жизни, о лучшей окружающей среде, о лучших общинах. И, конечно же, важно говорить и об улучшении нашего искусства. Филипп тоже не только ученый, но и журналист. А сейчас я хочу вас всех пригласить на экскурсию. Мы будем с вами открывать виртуальную выставку плакатов, а также представим коллекцию книг о биоразнообразии «Почва для детей». Как было сказано, мы должны привлечь, прежде всего, молодежь, детей к этой стой интересной теме. И мы должны понимать, что и много поколений спустя, после нашей сегодняшней с вами встречи, дети, которые станут уже бабушками и дедушками, будут рассказывать именно о том, как именно мы должны связать почву, биоразнообразие почвы и окружающий мир. Итак, у нас есть онлайн-выставка. Выставка 50 научных плакатов со всего мира, которые представляют самые последние исследования в области биоразнообразия почвы. Эти плакаты были выбраны из 250 научных статей, которые мы изучали за последний год. И я хотела бы, чтобы вы посмотрели на эту выставку. Начинаем мы с презентации секретариата глобального почвенного партнерства. Вы можете перейти на эту выставку и выбрать те плакаты, которые нравятся вам больше всего. А я пока что предославлю слово госпожи Лауре Берти Рея Санчес, председателю Международного союза почвоведов, которое и представит нам то мероприятие, которое мы называем «Волшебный мир биоразнообразия почвы». Пожалуйста, вам слово. Благодарю вас за возможность выступить. Добрый день всем. Уважаемый доктор Цюй Дон Ю и генеральный директор ФАО. Дамы и господа, уважаемые участники симпозиума. От имени нашего Международного союза почвоведов мне бы хотелось поприветствовать вас от имени более чем 50 тысяч почвоведов из всего мира. Много лет прошло. С тех пор, в 2002 году, Союз предложил учредить Всемирный день почвы. Это произошло на Всемирном конгрессе в Бангкорде, в Таиланде. И мы видим, что этот день сейчас празднуется под видой ФАО. И он стал свидетельством общего нашего движения, общей приверженности делу сохранения мир и разнообразия почв. Мы также видим, что это мероприятие позволяет нам обеспечить распространение публикаций, проектов, действий. НАСА есть и замечательная компания по образованию и информированию детей, школьников, молодежи. Последние конкурсы мы получили 97 предложений из 75 стран. Это замечательный ответ на наше предложение провести конкурс научной литературы для детей, по вопросу берзнообразия почвы. Это конкретные результаты нашей общей инициативы ФАО и Союза почвоведов. Это еще одно доказательство того, что именно образование является двигателем прогресса в области сохранения наших почвенных ресурсов. Вот почему я с большим удовольствием открываю сегодня вместе с нами это мероприятие «Волшебный мир и разнообразие почвы». Это не просто книжка. Это книга, которая содержит 10 лучших историй для детей. И это первая наша совместная инициатива в рамках нашего глобального почвенного партнерства и образовательного проекта «Союз почвоведов идет в школу». Для нас это большой успех. И это успех для всего сообщества почвоведов во всем мире. В чате данного симпозиума опубликована ссылка. Вы можете загрузить эту книгу и распечатать ее. И мы просим вас распространять эту книгу среди школьников, среди молодежи, среди детей. Я надеюсь, что она понравится вам так же, как она понравится нам. Научные книги для детей были самого высокого качества. И мы видели, что и ученые сегодня хотят обратиться к детям, обратиться к каждому гражданину. Мы хотели бы поблагодарить всех ученых, которые ответили на наше объявление о конкурсе. Поблагодарить всю команду глобального почвенного партнерства, которая постоянно поддерживала нас в рамках этого образовательного проекта. Наш союз и ФАО стремятся к единому приоритетной цели – сохранить ресурсы, почвы для блага всего человечества. У нас общие цели, общие задачи. И мы сталкиваемся с одними и тем же проблемами в рамках их достижения. Вот почему мы поддерживаем ФАО. Мы распространяем информацию о деятельности ФАО. И мы содействуем участию членов нашего союза в деятельности ФАО, поскольку у нас общие интересы. В почвенном партнерстве, в союзе почвеведов мы прекрасно понимаем, что мы должны работать и бороться сообща, бороться за лучшее. Будущее на основе качественного образования, на основе более глубоких взаимодействий. Только так мы сможем сохранить ресурсы почвы и построить лучшее будущее для всех. Наше глобальное почвенное партнерство и проект «Союз почвоведов идет в школу», приглашает вас и дальше работать для этой общей благодарной цели. Ведь только работая плечо в плечо, рука об руку, мы сможем достичь наших целей. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Да, действительно, плечо в плечо для образования, для детей, для молодежи. Мы видим замечательную детскую книжку, и я всех прошу обратиться к этой книжке, ознакомиться с ней, загрузить ее. Благодарю всех авторов этой книги. Это действительно еще один шаг вперед. Мы видим, что начинаем мы здесь действительно с ростков, с наших детей и молодежи. Замечательное начало положено. Знания очень важны, и знания, на основе которых мы приступаем к действиям, только так мы можем двигаться вперед. Не только сегодня на этом зимпозиуме, но и для будущего, для лучшего будущего, для планеты и для всех, кто на ней проживает. Спасибо еще раз большое. Мы также смогли ознакомиться с этими замечательными плакатами, прекрасные фотографии, прекрасная инфографика. Мы видим, как важны эти потрясающие, великолепные, маленькие организмы, и что именно они создают жизнь на Земле. А сейчас я перейду к следующей части нашего с вами мероприятия. Я передам слово Изабель и Джулия, чтобы они провели опрос. Это такая контрольная работа. Спасибо большое, Ясмина. Дорогие наши участники, я уверена в том, что вы много извлекли из сегодняшнего мероприятия, но сейчас настало время проконтролировать ваши знания. Итак, посмотрите, пожалуйста. Вы видите здесь код, который приведет вас на страничку контрольной работы. Этот код есть у вас в чате, либо вы можете выйти на сайт www.menti.com и вот этот код ввести. Я вам всем предлагаю пользоваться смартфоном. Так будет проще. Для тех, кто сейчас следит за нами по веб-трансляции, вы также можете присоединиться к нам. Пожалуйста, также зарегистрируйте ваше имя, чтобы мы знали, кто же победитель этого опроса. Кроме того, хочу сказать, что 10 победителей получат почетные призы, а именно сумку для покупок, образец почвы и доклад о состоянии биоразнообразия планеты. У нас 5 вопросов. Итак, начнем нашу контрольную работу, наш квиз. Какова доля биоразнообразия в почве? А. 1%, Б. 25% и С. 100%. Это очень простой вопрос. Давайте подождем буквально еще несколько секунд. Ну что ж, время истекло. Итак, правильный ответ, Б. 25%. Ну что ж, неплохо по результатам. Вот самые оперативные участники нашей контрольной работы. Переходим ко второму вопросу. Всесторонняя оценка здоровья почвы может включать А. Молекулярный анализ за функциональных групп почвы. Б. Оценка здоровья растений. С. Состав фауны. Д. Самооценка здоровья человека на поверхности. И, наконец, пункт Е. Все вышеперечисленное. Давайте подождем еще несколько секунд. И правильный ответ – Е. Все вышеперечисленное. Очень хорошо. Пожалуйста, сосредоточьтесь. Переходим к третьему вопросу. Болезни, передающиеся через почву, всегда носят негативный характер. Пункт А. Да, они всегда негативны. Б. Нет. Они стимулируют производство продовольствия. Наконец, С. Они могут позитивно воздействовать, поскольку расширяют биоразнообразие на поверхности. Прекрасно. Правильный ответ – С. Они могут носить положительный характер, поскольку они увеличивают количество биоразнообразия на поверхности. Посмотрите, пожалуйста, правильные ответы у нас. Вот у нас победители пока. Переходим к вопросу 4. Почему экологическая интенсификация повлечет за собой меньшее количество болезней, передающихся через почву? А. Экологическая интенсификация увеличивает биоразнообразие почвы. Б. Меньшая производительность культуры замещает более значимые экосистемные услуги. И, наконец, С. Оба этих ответа правильны. Итак, оба ответа были правильны. Так что правильный ответ – С. Мы подошли уже почти к концу нашей контрольной работы. И последний вопрос. Каковы два основных решения синантропного сельского хозяйства? А. С. Стратификация. Б. Экологическое чередование. И, наконец, С. И то, и другое. Очень хорошо. Мы почти подошли к концу нашей контрольной. Давайте посмотрим, кто же победил. Ну что ж. Крис, Эрик, Франк, Серена. Нет, извините, пожалуйста, снова у нас все тут перемешалось. Итак, первое место занимает Крис. И у нас есть еще 10 победителей. Пожалуйста, оставьте ваши координаты в чате, тогда мы сможем выслать вам наши почетные награды и призы. Я надеюсь, что вам всем понравился и квиз, который позволил вам закрепить пройденное. И вы действительно с интересом участвовали в сегодняшнем мероприятии. Ясмин. Извините, пожалуйста, у меня возникли неполадки, не смогла включить микрофон. Ну что ж, спасибо большое всем тем, кто участвовал в нашем квизе. Конечно, главное не победа, главное участие, хотя победители получат призы. И мы прекрасно сейчас понимаем, как непросто было всем ученикам, которые должны были учиться по интернету, по зуму, вот сейчас, после того, как вы попробовали написать контрольную. Всем большое спасибо, всем благодарность за то, что вы к нам присоединились. На этом мы завершаем первый день нашего симпозиума. Перед вами еще несколько дней. И я надеюсь, что мы лишь приступили к нашим дискуссиям. Завтра в 13.00 мы продолжим работу вот в таком формате пленарного заседания. И будем заниматься действием частного сектора для сохранения биоразнообразия почвы. Вы можете, естественно, ознакомиться с программой. И, кроме того, на веб-сайте симпозиума вы можете продолжать взаимодействовать с коллегами. Я очень рада была с вами сегодня встретиться на первом дне симпозиума по биоразнообразию почв. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Спасибо нашим замечательным докладчикам. Спасибо тем, кто выступал утром, днем или вечером. И всем вам хорошего утра, дня или вечера, в зависимости от того, где вы находитесь. Продолжение следует...